Наш мозг это наша самая главная, наверное, ценность человеческая. Ну, человек отличается от других существ много чем. Мы в ноги, у нас хитрые ручки очень-таки шаловливые, умелые. Но самое главное, конечно, это наши мозги, потому что без них все остальное не работает. Ну, и становится интересно, откуда такие мозги взялись. А для того, чтобы это узнать, надо бы посмотреть в прошлое, какие эти мозги были у наших далеких предков. К сожалению, мозги в ископаемом виде не сохраняются очевидным образом, они мягкие, но мозги запакованы в черепную коробку, а черепная коробка сохраняется. И благодаря этому можно посмотреть... Можно посмотреть... У нас есть черепная коробка, которая сохраняется, и по ее форме можно примерно прикинуть строение мозга. Понятно, что точность такой отливки мозга не очень велика. Ну, так между делом называется она эндокраном. Ну, то есть, внутри черепа, крайнером череп. Но для того, чтобы проверить точность этого самого эндокрана, проводились эксперименты. Можно сделать эндокран современного человека, посмотреть на его же, собственно, мозг и сравнить, что получится. Вот здесь оно и есть. Да, вот это вот эндокран, а это мозг в оригинале. И мы видим, что форма в общем и целом такая же. То есть, понятно, что от мозга до стенки черепа есть некоторый промежуток с всякими там оболочками и жидкостями, да. Но, в общем и целом, форма примерно та же. Правда, мы не видим борозд и извилин. Это печально, конечно. То есть, борозды извилины на черепе с внутренней стороны никак не отображаются. Хотя, некоторые можно примерно прикинуть. Допустим, вот латеральную борозду, да, самую здоровенную, там, центральную чуть-чуть можно представить. По ветвению сосудов это более-менее видно, потому что есть такая вещь. Крупные кровеносные сосуды мозга, они не пересекают больших глубоких борозок. И, несмотря на ветвение сосудов, а это мы по черепу видим прекрасно, мы можем увидеть, где примерно проходили борозды. Но борозды нам, в общем-то, не сильно и нужны, если честно. Потому что, как показывает практика, опять же, исследование мозгов современных людей, рисунок конкретной борозды извилин на интеллекте, на функциях мозга, на свойствах мозга никак особо не сказываются. Вот, там, так они проходят эти борозды, всяко они проходят. Какая разница, в общем, все равно то же самое. Но некоторые, основные, нам все-таки нужны борозды, ну, вот это, допустим, латеральные, центральные, да, чтобы примерно хотя бы прикинуть отделы мозга. Поскольку на мозге нету каких-то четких точек, границ, да, то есть он весь такой кругленький, гладенький, а когда мы измеряем что-то, мы должны иметь точку привязки, точку отчета. И на мозге, на эндокране, найти эту точку отчета довольно проблематично. Но, если хочется, то можно. Поэтому существует схема измерений, и все данные, и все сведения, и все выводы, которые я буду в последующем там излагать, это не потому что так придумали какие-то там антропологи, сели там из головы, сочинили, а потому что было перемерено огромное количество этих самых эндокранов по единой методике, все это дело посчитано статистически в циферках, и, собственно, отсюда вырастают выводы. Это я специально подчеркиваю, что данные, они строго математические, и это просто статистика, это просто математика. Ну, в саму цифер я, конечно, углубляться не стану, если кому-то хочется, берите книжку и читайте, но это важно понимать, что это на самом деле статистика. Стало быть, ой, не в ту сторону, из таких измерений следует, что разные части нашего мозга эволюционируют не одинаково. И в разное время, на самом деле, тоже все это происходит очень неравномерно. В первом приложении, если посмотреть глобально на эволюцию, то оказывается, что мозг в процессе эволюции вначале немножечко подрастает, потом меняется форма, потом снова немножечко подрастает, потом немножечко меняется форма. А форма меняется тоже по-разному. То есть, если, допустим, в какой-то момент растет длина, то это не значит, что будет расти ширина. Если растет ширина, то это ничего не говорит про высоту. Если меняется лобная доля, то теменная может оставаться прежней. Если теменная меняется, то височная может оставаться. И последовательность вот этих всех изменений, она довольно заковыристая. И она, ну, такая не вполне линейная и не строго очевидная. Но, опять же, если все это обобщить, то получается, что по темпам и скоростям изменения на первом месте находится лобная доля. Это очень приятно и, как бы, очень нам лестно, как людям, потому что лобная доля, насколько мы знаем, занимается именно мышлением. То есть, в нашей лобной доле находимся, собственно, мы. Это вот осознание себя, своего места в пространстве, во времени, эмоции, ну, такие сознательные, да, эстетические предпочтения, способность считать, математика, там, ну, все что угодно. В самом широком смысле. И если смотреть на мозги, начиная, там, от каких-то обезьян до человека, то лобная доля пухла прям активнее всего. И особенно бодро она увеличилась как раз на последних этапах эволюции, когда это прямо вот уже sapiens sapiens. И у нас лоб действительно самый выпуклый из всех гоминид, ну, то есть наших предков, каких только можно взять. Это очень приятно. На втором месте по темпам изменения находится... А, нет, еще важно, да, про лобную долю добавить, что внутри уже самой этой лобной доли самая активная часть, то есть она тоже неравномерно развивается, самая активная, это надкрывая часть. Вот где буквочка П нарисована, то есть это вот здесь вот на самом деле на человеке. А эта самая надкрывая часть на мозге современного человека соответствует зоне брака. А зона брака, она занимается моторикой речи. То есть вот сейчас она у меня работает, потому что я говорю. То есть она управляет движениями языка, гортани, щек, губ там и всего прочего, чтобы получалась речь, а не какое-то непонятное бормотание. Если, соответственно, зона брака будет повреждена, то говорить внятно и четко не получится совсем, ну или там частично, да, смотря как повреждена, и вот так вот получится. А если повреждение, ну так себе, как бы и не очень сильное, то может, допустим, получиться заикание, когда сигнал на произнесение слова идет, а потом идет еще раз, идет еще раз и никак не затормозится. То есть на самом деле торможение в зоне брака настолько же важно, как активация в зоне брака. Вот, на самом деле зона брака, она сопровождается все такими соседними прикольными, которые, собственно, ну, наверное, крайне неразличимы. В частности, прямо рядышком с ней, вот здесь вот примерно находится, зона пения моторная, которая занимается ровно всем тем же самым, только при пении или, допустим, при произнесении стихов. И они независимы друг от друга. То есть, если у человека проблема с зоной брака, это ничего не говорит про зону пение. Поэтому, например, люди с заиканием, в общем, вполне неплохо поют, ну, могут петь. И мне не так давно рассказали чудесную историю, как был некий физик, ну, и он, собственно, и сейчас еще есть, как бы никуда он не делся, но он был молодой и очень такой стеснительный, очень сильно заикался. А ему надо было защищать кандидатскую диссертацию. И чтобы ее защитить нормально, да, вот доклад сделать, он написал доклад в стихах по ядерной физике. И прекрасно доложился в стихах. А так бы и не смог. Вот. И все были заинтрибованы и ждали, когда он будет защищать докторскую. Но к времени защиты докторской он уже стал ленивый, уже такой спокойный, и заикаться перестал, и доложился в просьбе совершенно банально. Вот. Но это к тому, что вот этот участок над краевой – это такой мега важный ответственный участок. Ну, кроме, собственно, говорения, да, а речь – это наша такая фишка, та же самая зона брака занимается еще, в частности, и распознаванием контекста речи. То есть, если я, например, говорю, что зона брака названа в честь французского анатома поля брака, то люди с нормальной зоны брака все поймут. А люди с повреждением зоны брака, они могут засомневаться и не понять. Вот вроде речь шла про мозги, а тут география въехала, да, каким-то боком там. Франция. Почему тут Франция вообще? Каким макаром? Совершенно непонятно. Имена какие-то пошли, да, то есть, что-то вроде было про мозги, а теперь про имена. И люди с повреждением зоны брака, они очень плохо воспринимают анекдоты, там, иносказания всякие, аллегории и все в таком роде. Там шутки, ну, практически не воспринимают, потому что там все время на какой-то там игре слово, да, построено, а у них с этим плохо. И распознавание контекста речи – это настолько желание, как, собственно, и говорение, само собой. Вот. Но это именно контекст речи. На втором месте по темпам эволюции находится теменная доля. Теменная доля – это тоже такая очень крутая вещь, она много чем занимается. В частности, там находятся участки тактильной чувствительности, когда мы что-то щупаем. Там находится, как бы, карта самого человека, распознавание, как бы, его самого, им же самим, да. Ну, и, соответственно, самоощущение, ну, то я, например, про себя знаю, что у меня самоощущение гораздо более широкое, чем я на самом деле есть. И когда я себя вижу на фотографии со стороны, как бы, да, или, там, в зеркале, для меня как-то немножко даже странно, что я вот настолько длинный тощий, а вот у себя в голове, в своей теменной доле, да, я такой более квадратный все-таки. То есть, оно может немножко несоответствовать. Ну, у меня это несоответствие так себе, оно, в принципе, незначительное. А бывает так, что оно совсем не визжает. И человек, допустим, в банк, там, стукается все время какие-то притолоки. Когда человек, там, два метра высотой, допустим, да, а у него в теменной доле прописано, что он полтора метра высотой. И он будет все время, там, где-то врезаться. Ну, наверное, видели, там, на каких-то ступеньках периодически бывает такая, там, зона для удара головой. Вот. А кроме этого, теменная доля координирует разные органы чувств между собой. То есть, впереди, вот, ну, в передней, верней части теменной доли находится, как я уже сказал, тактильная чувствительность. Сзади находится зрение. Височная доля находится слух, а теменная доля находится между всем этим делом. И когда человек что-то распознает, он распознает это все по частям, а теменная доля все это собирает в один образ. То есть, например, когда я вот этим пультом верчу, да, тактильно я его ощущаю, зрительно я его вижу, можно, там, постучать, я его услышу, там, понюхать, полезать, допустим. А для того, чтобы это был образ пульта, у меня работает теменная доля. Если с ней будут проблемы, то это все будет восприниматься по частям. И если мне, скажем, нарисуют пульт, то я не смогу понять какую-то новую щупь. Да. Если я его потрогаю, я не смогу представить его зрительно. У меня это будут совершенно раздельные, как бы, явления. Как бы, есть пульт нарисованный, есть пульт понюханный, есть пульт, там, какой-нибудь услышанный, там, и все это не одно и то же. Кроме этого, теменная доля занимается ориентацией в пространстве, в том числе по схеме на карте. И, опять же, люди с повреждением длиной доли, они могут потеряться где-нибудь, например. А в неповрежденном, как бы, варианте, да, ну, когда это не травма какая-то, а просто, как бы, человек, допустим, засыпает, это может преобразоваться в ощущение полета. То есть, когда человек такой вот уже засыпает или все еще не проснулся, он может во сне начать летать. Потому что он находится нигде. А у некоторых людей, в таком случае, вот отключение теменной доли и нахождение нигде, параллельно возникает ощущение присутствия рядом чего-то такого эдакого. Вот чего-то такого, прямо раз этого такого, и в зависимости от загружения всякой чепухой ломной доли, вот это такое вот раз этакое может превратиться в религиозное чувство. Вот, причем в разные стороны это работает. Есть вариант, когда, например, такой есть шлем изобретен, называется религиозный шлем, да, там, магнитными полями, подавляется активность теменной доли, и примерно у 60% людей, даже, по-моему, больше, возникает ощущение религиозное. То есть, это можно вызвать искусственное. И в другую сторону, проводились эксперименты, когда берется, допустим, католическая монахиня, ну, там не одна даже, да, а несколько, они молятся упорно, там, читают, такой, не знаю, допустим, отчинаж, вот, впадают в религиозный, значит, экстаз, а их пихают в томограф и смотрят, что у них там, как. А у них не работает теменная доля. И с буддийскими монахами то же самое было. Эксперимент проведен, они там сто пятьсот раз читают, только уже не отчинаж, а у мани под мехом, вот, тоже улетают в нерваму куда-то там, в подпространство, а их сует в томограф, и у них тоже не работает теменная доля, вот. Но это зависит еще от того, как я уже сказал, что записано при этом в теменной, потому что это все-таки высшая функция, и там эти вещи могут сильно от этого различаться. Ну, а внутри теменной доли над краевая извилина в наибольшей степени эволюционировала самым активным образом. А она максимально приближена к речевой зоне. Ну, не совсем она, конечно, совпадает, но чуть пониже в височной доле находится зона верники, которая занимается речью. Ну, и неспроста они, собственно, рядом все эти участки находятся, потому что тут тактильная зона, тут речевая зона, тут все органы чувств вместе с собой вместе взятые, а здесь движение руки, и все это рядышком расположено. Поэтому, например, у маленького ребенка, если он, ну, который еще не говорит, да, и там еле шевелится, если у него есть возможность что-то щупать и трогать, он и легче, и быстрее научается говорить. И в будущем, там еще через сколько-то лет, он будет лучше изучать иностранные языки. А если этот же ребенок лежит спеленутый, тесно, да, и ручками не шевелит и ничего не трогает, то он будет хуже говорить и хуже учить иностранные языки. В среднем. То есть, понятно, индивидуально там чего угодно может быть, но на большой статистике это срабатывает. И вот эти участки как раз активнейшим образом развивались. На третьем месте, как видите, височная доля, в которой, в частности, находится зона верники. Зона верники, как я уже сказал, это слуховое распознавание речи. То есть, вот у вас здесь присутствующих, как раз эта зона в данный момент должна, по идее, работать. Чтобы мою речь распознавать именно как речь, а не просто как некий набор звуков. Вот, если бы я вдруг заговорил на каком-то там неведомом языке, ну там, не знаю, суахили, допустим, да, который вряд ли тут это знает, я его тоже не знаю, естественно, то все бы восприняли это просто как... Ага. Височной доле, кроме прочего, расположена зона верники, которая занимается распознаванием речи, как речи. Если она не работает, то звуки будут распознаваться просто как некие звуки, ну как иностранная речь. Однако, как обычно бывает, она занимается не только этим, но и говорением. Причем, так, довольно специфически, при повреждении зоны верники человек начинает говорить даже свободнее и легче, чем, как бы, с обычной зоной верники. Только у него вся речь превращается в набор слов-паразитов. Типа, дык, ёлы, павлы, как бы, вот оно, типа того и все такое. Но мне, ну, все-таки у меня зона верники более-менее в порядке. Для того, чтобы это все последовательно сказать, надо немножечко хотя бы на прессе, я это сознательно, как бы, делаю. А человек с повреждением, у него вот так оно льется само собой. Очень непринужденно, очень легко. Смысл при этом не пропадает, на самом деле, из речи. То есть, осмысленность там все-таки есть. Интеллект у него не страдает. Но распознать этот смысл там довольно проблематично. Ну, если очень интересно, посмотрите, афазия верники, просто записи вот этих разговоров, да, с этой афазией, это просто жесть. Ну, на самом деле, это может не обязательно там быть какое-то повреждение, просто усталость. Я по себе, например, знаю, что лекции, которые я читаю по утрам, ну, то завтра, например, будет, да, у меня гораздо легче получаются и меньше там слов-паразитов, нежели вечером, как сейчас. Но поскольку я все-таки лектор, я каждый день лекции читаю, я сознательно стараюсь их не произносить, эти слова-паразиты, я как бы в голове выключаю периодически. Но если я не стараюсь, у меня они появляются, и чем ближе к вечеру, тем больше. Ну, и у любого человека, в общем-то, то же самое. Но не только, понятно, зоны верники, тут еще находится, ну, вообще, в принципе, слух как таковой обычный. Есть распознавание свойств живых объектов, то есть, распознавание, допустим, там, бурла от бизона и зубра, там, волка, койота и шакала, там, и так далее, и так далее. И распознавание людей, то есть, вот, этот человек хороший, я его знаю, да, этого я не знаю и как бы ничего простоять не могу, это точно гад редкостный. И вот распознавание разных индивидов по, там, куче всяких параметров, по комплексу всяких свойств, тоже находится в височной доле. Ну, и неспроста она у нас такая большая и тоже довольно бурная и активно эволюционирована. А вот затылочная доля, я даже эту вставлять, как бы, циферки никакие не стал, она, мало того, что находится на четвертом месте по темпам изменения, так она еще с некоторого момента стала уменьшаться. То есть, некоторое время она росла, а потом стала уменьшаться. Затылочная доля занимается сознательным зрением, то есть, распознаванием зрительных образов сознательным. Вообще, мы видим многими частями мозга, там, всякие холми четверохолмия верхние есть, какие-то латеральные коленчатые тела, задние ядра таламуса. Но в затылочной доле мы понимаем, что мы увидели. А, это как бы не одно и то же. Ну, например, если я покажу, что вот здесь вот такой вот проводочек висит, вот наверху, если видите, куда я лампочкой машу, то понятно, что вы здесь сидите уже довольно давно и все видели вот этот проводочек. Но далеко не факт, что вы осознавали, что он там есть. То есть, когда я вам его показал и подсветил лампочкой, то у вас уже затылочная доля включилась и вы его увидели. А до этого вы смотрели, но не видели. И если свои части мозга включать, ну, это касается не только зрения, на самом деле, чего угодно там, и слуха, и обоняния, то можно много всего обнаружить, чего на самом деле есть. Вот, я, например, на биопаке уже там почти 20 лет веду в одной и той же аудитории занятия, ну, вот примерно такие же, да, в том числе там по анатомии мозга. И на каждом занятии я на одной и той же стенке нахожу какие-то новые пятнышки, которые показываю, значит, студентам, вот демонстрирую этот эффект. Ну, 20 лет подряд, как бы, на одну и ту же стенку пялюсь и все время что-то новенькое нахожу. Вот, но это говорит о том, что наши возможности у мозга вообще велики. То есть, мы все время что-то можем изобретать и новенькое открывать. Но вот эти способности, может быть, у нас немножко уменьшились, правда, по сравнению с тем, что было в прошлом. Ну, а чтобы узнать, что там было в прошлом, полезно посмотреть на наших предков. Ну, если забраться в самые основы, у первых наших предков, ну, типа, кого-нибудь приготовился там 65 миллионов лет назад, мозгов было не густо. К сожалению, от самых древнейших наших предков мы имеем чаще всего зубы и челюсти, и про мозги мы, в общем-то, не особо знаем, что там вообще было. Скорее всего, у Пурготориуса самого древнего примата было меньше одного грамма мозгов. Ну, у нас в черепной коробке, правда, его нет, поэтому это такие прикидки. А черепные коробки есть от его родственников чуть более поздних, ну, в середине оцены, это примерно 50 миллионов лет назад, ну, или около того. Ну, он, правда, такой не совсем прям прямой предок, но неважно. Имел размер мозга примерно 6 грамм. Ну, там, 5,9 кубических сантиметра, да, там, плюс-минус 6 грамм. Это, в принципе, очень мало, понятное дело. То есть, у какого-нибудь там крота примерно столько же, на самом деле, или там ежа. Да, но надо помнить, что в тот момент, когда эти твари жили, никого умнее на планете не было, на самом-то деле. То есть, всегда все надо сопоставлять с синхронными существами. И если наши предки, там, 50-60 миллионов лет назад по интеллекту были примерно как какой-нибудь там крот или еж, да, а то и немножко тупее даже местами, при тех же, в общем-то, размерах тела примерно там плюс-минус, то, ну, как бы это вроде не круто, а никому у меня это не имелось, потому что крупные животные на тот момент были черепахи и крокодилы, ну, и там птицы какие-нибудь, да, нелетающие, ну, а летающие были маленькими, у них мозгов было меньше, и из млекопитающих все остальные, даже те, кто крупнее по размерам был, были еще тупее. Вот. И приматы с самого начала были очень даже крутые. Вот. Но все-таки это 6 грамм. Ну, так, для сравнения, у современной кошки 25-26 грамм в среднем мозгов. То есть, кошка была где-то там в 5-6 раз умнее, на самом деле этих тварей, что показательно. Ну, и если посмотреть настроение мозга, то здесь огромные обонятельные доли, и все остальное так по остаточному принципу. То есть, по сравнению с современными приматами, они очень здорово нюхали. То же самое можно сказать про более поздних, допустим, уже там проплеобитеки, да, ну и конкретно Египтопитек, от него целые черепа есть красивые, поэтому мозг хорошо известен, тоже там 20 где-то примерно грамм. То есть, это размер мозга современного лемура, например. При том, что это уже уровень, вроде как, гораздо больше, чем лемур. Это уже узконосый примат, ну такой самый примитивный узконосый, но тем не менее. То есть, уже почти-почти мартышка. Но мозгов, как у лемура. И опять же, огромные обонятельные доли, махонько-узенько приплюснутая и суженая лобная доля. То есть, интеллект там явно не блистающий, да, а по размеру тела это с макаку. Ну, то есть, Египтопитек, он довольно крупный зверь на самом деле. То есть, как бы размером с макаку, а размер мозга, да и строение, все эти обонятельные доли, да, как у лемура. И из таких вот сопоставлений, ну это просто как бы два примера, а в принципе таких много можно привести, вырисовывается интересная закономерность, что, с одной стороны, мозг у приматов это такая важнейшая часть, и приматы, они на фоне всех других млекопитающих такие особо интеллектуальные, но при этом мозг эволюционировал по остаточному принципу. То есть, на первом месте во все времена эволюционировали зубы вообще из всего как бы организма, ну и благо их как раз у нас хватает в палеонтологическом виде, они сохраняются очень здорово. На втором месте эволюционировали ручки-ножки, то есть зубы быстрее всех, потом подгонялись конечности, то есть способ передвижения, и здесь, например, у Египтопитека он уже такой более-менее продвинутый, ну вот как я говорю, примерно как у Макайки он и есть, вот, а последним эволюционировали мозги по остаточному принципу. Но всех других млекопитающих того времени обгоняли, потому что у всех других, там хищных, копытных, там кто еще был, было все еще гораздо печальнее. И такой вот примитивный мозг, еще вроде были мори, да, еще там 30 миллионов лет назад существовал, но чуть-чуть попозже, где-то 26 миллионов лет назад, все-таки наши предки вылезли на немножко новый уровень. ой, не в ту сторону, на немножко новый уровень. Появляются человекообразные обезьяны, и в частности проконсулы. Правда, к сожалению, от самых древних проконсулов у нас опять же есть только челюсти и зубы, и про строение мозга мы не особо что знаем. Но вот тот проконсул, который прям проконсул-проконсул, живший примерно там 18 миллионов лет назад, от него есть череп. Правда, не целый, но передняя часть есть на самом деле угодной доли. И поэтому мы знаем, что размер мозга у него был от 130 до 180 грамм. Ну, там, череп даже не один, да, там их несколько там прикинуть, размах можно, плюс-минус. Это размер мозга современного павиана, на всякий случай. Ну, и размером тела примерно тоже проконсул был с того же самого павиана, плюс-минус. Но стоит поправкой, что все-таки это человекообразный приман. Это не мартышка и не павиан. То есть, у него уже не было хвоста, у него была, в общем, кисть очень похожа на нашу, там, ножки, ну, такие еще не прямоходящие, понятно, по деревьям лазал. Но такой, в общем, вполне, если бы мы сейчас на него посмотрели, мы бы скорее всего решили, что это что-то среднее между макакой и шимпанзе. Но по строению мозга это павиан. Для сравнения, у современного шимпанзе от 300 до 500 грамм. Ну, то есть, в 2-3 раза больше, на самом деле. Что одновременно очень хорошо показывает, что от наших предков общих к современным обезьянам эволюция тоже очень бурная шла. Поэтому, когда современных шимпанзе или гориволи, там, тем более орангутанов, гиббонов, считают как бы прототипом наших предков, да, ну, таким как бы нам трудно представить, на что было похоже, как себя вел там проконсул. Ну, а давайте посмотрим на шимпанзе. И в первом приближении мы узнаем, какие наши были предки. Нифига, так не работает. То есть, наши предки не были шимпанзами. И по мозгу в особенности. То есть, если по размерам тела, по там, пропорциям, еще, ну, что-то более-менее можно там сравнивать, то вот по мозгам сравнивать лучше не надо вообще. И на современного павиана тоже не надо смотреть. Потому что у современного павиана, например, громадные хлыки и повышенная агрессивность. А у проконсула маленькие хлыки и пониженная агрессивность. И в Веленисе однозначно совершенно не так. Да и вообще и лес был другой, да, и современные павианы живут в Саванне в основном. А проконсулы жили все-таки в тропическом лесу, ну, таком немножко засушливом, но тем не менее. То есть, вообще, это был свой отдельный вид. Ну, заодно это дает ответ на вопрос, который обязательно кто-нибудь задаст. А почему, ну, современные обезьяны не эволюционируют человека? Ну, вот, потому что это современные обезьяны. А древние эволюционировали и в современных обезьян, но и в человека, который тоже современный обезьян. Но, соответственно, эта эволюция в обезьян свершилась. И, слава богу, от современных обезьян у нас мозг есть, он изучен. И мы видим, что, как я уже сказал, у шимпанзе 300-500 грамм, а у гориллы 350-750. И тут очень интересно, потому что максимальный размер мозга гориллы, 752 кубических сантиметра, это больше, чем минимальный размер мозга у современного человека. Потому что минимальное значение, индивидуальное, нормальное, зафиксированное для современного человека, у мужчины причем, 680 грамм. Вот. И у человека 680, а у гориллы 750. То есть, ну, где-то там примерно 100 грамм больше. Что одновременно показывает, что размер – это не самое важное. То есть, он, конечно, тоже существенен, да, и в среднем то у человека все-таки 1350, а у гориллы где-то там грамм 500 будет. Вот. Но крайние значения пересекаются. Все-таки при этом самая вот эта мозговитая горилла не была умнее самого вот этого как бы низкомозглого человека. Потому что это был какой-то обычный человек, который всю жизнь жил, в самой такой стандартной жизни, потом помер, оказался рекордсмен. Ну, он уже не порадовался, но тем не менее. Вот. Вот. А значение, кроме размера, имеет еще нейронная структура, кровоснабжение, там, питание кислородом, всякие нейромедиаторы, строение синапсов, там, количество этих синапсов, и так далее, и так далее. Ну, и по внешнему. Ну, про вот эти все синапсы и нейромедиаторы в древности то мы ничего не знаем. Вот. Поэтому мы посмотрим на внешнее строение. И видим, что у современных человекообразных обезьян есть некоторые общие черты. Например, у них лобная доля, очень резко опущена вниз, и образует так называемый лобный клюв. У них схождение лобной височной доли, очень такое тупое, и здесь вырезки никакой практически нет. И затылочная доля у них небольшая, и мозжечок обычно торчит за эту затылочную долю, выдается назад. Ну, потому что они живут в лесу, и зрение, ну, не то, что им ненужное зрение, да, но далеко-то они не смотрят. То есть, там, ближайшая ветка, там, в нескольких метрах, в принципе, вот до нее допрыгнуть, и нормальная. Вот. И друг друга они там не так что много видят, скорее, там, слышат. Вот. Поэтому зрение у них все-таки похуже, чем у нас. Но наши предки в некоторый момент из леса вылезли и вышли в саванну. Самый древний череп более-менее прямоходящего существа, который нам известен, принадлежит Сахилиантропу Чатскому, который жил примерно 7 миллионов лет назад в Северной Африке, ну, где сейчас Республика Чат находится. Поскольку у нас есть целый череп, можно сделать эндокран, собственно, он и был сделан. И мы видим, что строение, в принципе, такое же, как у обезьян, тоже огромный лобный клюв, тоже тупое схождение лобно-височной долей, тоже маленькая затылочная доля, и такая же ситуация повторяется и в будущем у разных австралопитеков. Ну, тут можно даже больше было их нарисовать, на самом деле. Но, так или иначе, у австралопитека африканского, афарского, то есть тех, которые жили уже в саванне и были уже полноценно прямоходящими, ну, сахилиантр вообще не был полноценно прямоходящий, а те уже были, но при этом орудия труда не изготавливали, жрали все подряд, да, ну, в основном растения, мозги были, по большому счету, обезьянями, и поведение, скорее всего, примерно такое же. Вот, но в деталях, конечно, отличалось. Например, у наших предков австралопитеков кулаки были маленькие, а у человекообразных обезьян современных здоровенные. Вот, это говорит о том, что современные обезьяны гораздо злее, и все, кто работают шимпанзе, с ними стараются близко-то вообще не контактить, на самом деле, потому что они могут руки отрывать. А наши предки были добры, потому что доброта, взаимопомощь и взаимопонимание в открытой саванне, где куча всяких там хищников злобных, да, и еды не так уж прям много, становится очень важным, принципиально важным для выживания свойством. То есть те, кто друг другу помогал, кто друг о друге заботился, те выживали, а кто был злобным эгоистом и упырел, те не выживали. Поэтому мы теперь в среднем добры. И вот вы способны тут несколько часов сидеть, мило улыбаться друг другу, да, и не драться там за кусочки еды, которые там на столе где-то лежат. А обезьяны бы так не смогли. Даже если они сытые, они бы злобно вырывали друг друга изо рта, вот, скалили зубы и строили эрхические там отношения. Люди в среднем все-таки так не делают. И у австралопитеков уже это было. Хотя на эндокрани это не особо, на самом деле, заметно. И все признаки, в общем-то, обезьяни. Немножечко у них увеличивается затылочная доля. Ну, всего того, что они вышли в саванну, им зрение стало более актуально. То есть, видно далеко, да, хищников надо отслеживать и себя видно. Вот. Ну, а под это, на самом деле, менялось ведь не только мозг, а все остальное. Усиливалась мимика, мимическая мускулатура. Ну, у австралопитеков там вряд ли она какая-то особо богатая была. Но, судя по результату, как у нас, да, и сравнение как бы нас с шимпанзе, показывает, что это усиливалось. И теперь мимика, жестикуляция, благо они были двуногие и руки-то высвободились, да. Ну, и речи, конечно, у них не было. Мы точно про это знаем. Потому что там подъязычные кольца от аварского австралопитека известны. То есть, говорить они не могли и не умели. Но, наверняка, усложнение какой-то речевой коммуникации было. Ну, судя, опять же, по тому, что в итоге получилось. Вот. Хотя, вариантов там сильно много. И никакого там увеличения рельефа в зоне брака на самом деле у австралопитеков мы не находим. Там все по обезьянему. Вот. Существенное, единственное такое небольшое изменение, это изменение теменной доли, которая у австралопитеков все-таки чуток побольше, нежели у обезьян. А теменная доля, как я говорил, это ориентация в пространстве, и в салане это актуально на самом деле. И поскольку это координация всех органов чувств между собой, и координация их еще и с движениями, а это, по сути, как бы орудийная деятельность в комплексе, ну, видимо, как-то они ручки свои применяли. То есть они на две ноги встали. И судя по тому, что руки не результировались, как устраловался, допустим, крылышки, да, все-таки как-то они их применяли, какие-то палки там леопардов кидали, ну, леопардов, правда, еще не было на тот момент, ну, какие-то там аналоги были. Какие-то камни там ковыряли, что-то там такое ручками творили. Больше, чем обезьяны, потому что обезьяны просто лазят по деревьям, да, у них просто еще одни ноги. А здесь все-таки что-то делали. Но каменных орудий труда у них не было. Это факт. Ну, там какие-то палки, может, там они использовали, про это мы ничего не знаем, палки не сохраняются. Вот. Но некое усложнение было, ведь именная доля, ну, статистически у них все-таки чуток побольше. Вот. Самое интересное, что размер мозга абсолютный, а остромопитеков, как видите, примерно такой же, как у обезьян. Плюс-минус там то же самое получается. Но в среднем чуток побольше, а размеры тела чуток поменьше. И, учитывая, что мозги побольше, а тела поменьше, относительная масса мозга получается, ну, так, заметно все-таки побольше. Вот. И мы можем догадываться, что, наверное, они для себя чуть-чуть поумнее, нежели шимпанзе. А современные шимпанзе и гориллы, они не такие уж прям тупые, на самом деле. То есть, в неволе, в эксперименте они могут учиться говорить на уровне, там, двухлетнего ребенка, да, даже несколько языков учить, шутить, ругаться, обманывать. То есть, все там человеческие качества проявлять. Не значит, что австралопитеков, ну, было как-то более-менее. Хотя, все равно это обезьяны, понятное дело, да, и уходит такая известная байка среди антропологов, что, ежели бы австралопитеки дожили до современности, то в зоопарках вы бы показывали в соседней клетке с шимпанзеем. Вот. И там никаких прав человека, ничего там речи нету. Но революция шла, и примерно два с половиной миллиона лет назад линия этих грацильных австралопитеков разделилась на две. Одна — человеки, это про нас, а вторая — парантропы, массивные австралопитеки, которые ушли в вегетарианство и стали такими вот потребителями жестких растительных кормов, типа, там, осоки, камышей, корневищ, клубней, там, что-то такого, орехов. Ну, этим они решили экологические проблемы, ну, потому что все время шло осушение климата, изменение фауны, появление новых, там, конкурентов, в том числе, там, ну, я про это еще потом скажу, там, павианок, всяких, там, свиней и прочих. А они это здорово решили. Они стали есть то, чем никто не хотел питаться. Чуть начать никому было не надо. Вот. Но это постоянно новые сложности, на самом деле. Потому что, с одной стороны, за счет этого они выросли в численности, и массивных австралопитеков найдено немеренное количество. В одних тех же местонахождениях, где они обнаруживаются с хомо, с людьми, то есть с первыми, на одного хомо приходится от трех до десяти этих самых парантропов. То есть их было намного больше, на самом деле, там, в десять раз буквально, да. Но потребление сухих растительных кормов, оно не требует какой-то особого интеллекта. То есть, в принципе, можно быть тупой коровой, как бы, да, и жрать траву, и все очень даже сложится хорошо. Вот. Тем более, что для того, чтобы есть растения, нужен большой жевательный аппарат. Да, потому что растения жесткие, сухие, ну, которыми они пытались. И у них выросли здоровенные челюсти, огромные зубы, гребни на макушке для прикрепления жевательной мускулатуры. А на мозги как-то особо и места нету, и надобности, в общем-то, тоже. Ну, потому что, ну, а сока, она растет, как бы, и там, что думать про это. Вот. Поэтому мозг у них, на удивление, даже немножко подрос, если вы по циферкам посмотрите. Ну, и так, чуток немножечко. Но форма осталась вот той же самой. Тоже такая круглая, да, с этим гобным клювом, с тупым смаканием, с маленькой затылочной долей. Ну, тут все, повторение идет то же самое. И поскольку мозг им был, как бы, незапредельно нужен, вот, хотя, может быть, некоторые даже орудия труда делали, примерно миллион лет назад их эволюционная линия закончилась. Поскольку мозги, конечно, мозгами, а конкуренты конкурентами. И примерно миллион лет назад в фауне Африки появляются гораздо быстрее плодящиеся копытные грызуны, новые, там, многочисленные, которые мало того, что плодятся, как сумасшедшие, так еще и могут далеко мигрировать. А миллион лет назад климат дошел до такой стадии, ну, вот это постоянное сушение, похолодание, что появилась сезонность и стало необходимо перемещаться куда-то. То есть, раньше можно было сидеть на одном месте, прекрасно жить. А тут появилась сезонность, ну, наверное, представляете все эти там виды африканской саванны, да, где какие-нибудь антиопы гну многотысячными садами чешут куда-то там еще. Потому что здесь они все уже сожрали, тут все высохло, да, и они там, ну, пусть не сильно далеко, но уходят куда-то там вдаль. А эти самые парантропы, массивные афтеропитеки, это же приматы, они стопоходящие, двуногие, на двух ножках со стопой, с такой человеческой далеко, и на самом деле не убежишь. То есть, это люди потом уже эти все проблемы решили по-новому, да. А это-то еще, по сути, обезьяны, и пропорции у них такие квадратные были. Поэтому мигрировать быстро, как копытные, они не могли. И, собственно, на этом месте они и закончились. В это же время, кстати, многие другие животные по этой же причине закончились. Вот старая фауна вся исчезла, и это просто как один из элементов этой старой фауны. Так что им, можно сказать, не повезло в какой-то степени. А эти самые изменения заключались в том, что, как я уже сказал, становилось все холоднее суши, и животные заменялись. Гигантские копытные исчезали, и на месте всяких там мегалитрагусов появлялись современные какие-нибудь бубалы. Исчезают по той же самой причине, что и эти самые парантропы, гигантские свиньи, которые там размером некоторые все там чуть не со слона были, и заменяются на современных бородавочниках. Ну и, в принципе, свиней было очень много в Африке до этого момента, а осталось три вида. Ну, из которых сама, не строго говоря, там один живет. Ну вот, и там один лесной, а один такой не то не сё. И самое-то главное, что в какой-то момент появляются, ну а потом, слава Богу, исчезают гигантские павианы. Это, наверное, самый такой важный момент, потому что гигантские терапитеки гелады размером килограмм так шестьдесят, а то и сто, были мощнейшими нашими конкурентами. Они жрали ровно то же самое, что астралопитеки, там агроцильные, массивные, имели тоже довольно-таки ловкие ручки, то есть по фалангам там вообще как у человека всё сделано, ну хотя они как бы на четвереньках бегают. А самое главное, что у них были вот такого размера зубы, ну клыки, они были, ну как все павианы, очень такие агрессивные, иерархически построенные, очень хорошо организованные и очень наглые. Ну, павианы, например, они с современными шимпанзе вполне на равных как бы могут конкурировать на самом деле, там с перевесом туда-то сюда. Вот, а в то время австралопитеки были метр высотой стоя на двух ногах и весом 30 кг, а гелады были метр высотой стоя на четырёх ногах в холке и весом как минимум 60 кг, а то и больше, да, то есть в два раза тяжелее. И организованы были, австралопитеки были добрые, как бы друг другу помогали, но клыки-то имели маленькие, а у этих больше, чем у леопарды клыки. И гелады, естественно, эволюционную гонку выиграли. Большинство австралопитеков вымирает. Ну, соответственно, парантропы эволюционируют в сторону питания этими жесткими растениями, а в итоге исчезают, как, собственно, и вся вот эта фауна. А те, которые другие не хотели вымирать, пошли новым путём, ой, и превратились в людей. Тем более, что в это время произошло изменение хищной фауны. А хищная фауна вслед за копытной менялась тоже в сторону измельчания. Ну, потому что стало суше, да, вот эти заросли кустарников там, лиственных таких, богатых, важных исчезли. Крупных копытных стало мало, ну, там не то, что прямо исчезли, там слоны и сейчас есть, но меньше стало. Ну, крупные хищники тоже исчезают. Вместо огромных пахикрокут гигантского размера появляются современные пятнистые гиены, ну, которые тоже, в общем, не такие маленькие, но по сравнению с пахикрокутами это вообще там шавки. Ну, вот какие-нибудь хосмопортетисы, бегающие охотничьи гиены, здоровенные, ну, такие аналоги волка, да, только гиены африканские тоже исчезают, и вместо них теперь есть вот такой земляной волк, который даже на фотографии это какой-то такой задрипанный, ну, вот, а в оригинале это вообще вот такая вот, ну, размером там с кошку фигня, который питается муравьями вообще, и там, ну, посмотрите как-нибудь на засуге череп этого протелеса, этого земляного волка, там зубики такие торчают там с такими вот промежутками между ними, ну, потому что муравьев ест вообще что-то такое, вот, и саблезубые тигры, которых там было до черта на самом деле вариантов, вымирают, а на их место появляются леопарды, ну, которые тоже, в общем, не праздник на самом деле, да, то есть леопард человека убивает на раз, вот, но все-таки это как бы не саблезубый тигр. Ну, и не только эти понятные хищники, там, другие тоже сокращаются, а на их место появляются маленькие. И вот в этот тонкий момент, такой очень небольшой, на самом деле, по времени смены фауны хищников, появилась возможность занять экологическую нишу собирателя, вот такого, там, падали, мелкого охотника, да, поскольку старые хищники исчезли, а новые еще как бы не сформировались. И наши предки, первые хома, эту нишу радостно заняли. А питание мясом, на самом деле, это не то же самое, что питание растениями, поскольку мясо, ну, для начала добывать сложнее, оно, как бы, как правило, не хочет, чтобы его добывали, ну, это всячески там бодается и брыкается, то есть его надо убеждать, а для этого интеллект прилагает. К тому же мясо легче пережевывать, там нету целлюрозной клеточной стенки, если вы в школе учились, по тайнику проходили, вы это знаете, а целлюроза, ну, это бумага, да, одно дело жевать какие-нибудь там огурцы, а другое дело мяско навернуть. И калорийность не одна и та же, потому что в растениях там клетчатка, да, там целлюроза, опять же, и питательного не богато, прямо скажем. А мясо, ну, это чистый жир, как известно. Поэтому можно съесть немножечко мяса или очень много растений, а эффект один и тот же. А если есть немножечко мяса, как бы, побыстренько поем, куча времени восхлаждается. Это время можно занять на изготовление орудий труда, на воспитание потомства детенышей, да, на обучение, на общение просто с друзьями, там сидеть, да, жать шашлычки, как бы, ну, жарить они еще не умели, ну, как бы, жрать шашлычки как минимум, вот, и общаться, повышать свою социальность. А для повышения социальности, опять же, нужны мозги. И получается, что есть техническая возможность, есть необходимость. Ну, а кроме того, техническая возможность еще объясняется тем, что, поскольку жевать-то легче, вот это мясо, да, то нужны меньшие размеры челюстей. Для того, чтобы питаться растениями, ой-ой-ой, как, например, грацильные астропитеки, нужно иметь крупные большие челюсти с большими зубами. Ну, вот у параметров это прям рекордов достигает, да, но, как бы, тогда на мозге места не остается, потому что позвоночник-то вертикальный, там много на нем не нацепишь. А если питаться мясом, то жевать надо меньше, на самом деле, и выживают те индивиды, у которых от рождения маленькие челюсти. То есть у нас исчезает отбор на большие челюсти. И стало быть, выживают и с маленькими. Маленькие челюсти не полезнее, на самом деле, ничем. Но, как бы, они и не вредные тоже, и нормальные. Ну, а эволюция, она все время в эту сторону пойдет, потому что уменьшать, то есть ломать, как бы, такие гены, там, мутации, как бы, такие, ну, раньше вредные, а теперь нейтральные, это легко и непринужденно возникает, само собой. Соответственно, челюсти уменьшаются, а плотность костей, мышц и, там, всяких связок в два раза больше, нежели плотность мозга. Поэтому, если объем челюстей с зубами уменьшается на кубический сантиметр, то появляется возможность мозги нарастить на два кубических сантиметра, сохранение массы. Вот, то есть масса та же, что важно, поскольку позвоночник какой бы такой есть, а мозги пухнут, то есть челюсти чуть-чуть уменьшаются, а мозги прям, бац, увеличиваются. Ну, к тому же, с некоторым моментом еще и размеры тела начинают расти, и тогда мозги пухнут вообще страшной силой. И на графике размера мозга мы это прекрасно видим. Вот здесь каждая точечка – это конкретный ископаемый мозг. Вот эти всякие красненькие, внизу синенькие – это обезьяны и австралопитеки, вот эти вот красненькие – это австралопитеки. Здесь логарифмическая шкала по вертикали, а здесь прямая шкала в тысячах лет. По горизонтали размер мозга и там, и там. Ну, то есть это один и тот же график, просто вертикальная шкала по-разному представлены. И мы видим, что от обезьян до астралопитеков эволюция была, конечно, размером мозга, но как-то так себе. Прямо скажем, там, ну, там, грант 100-200 наросло за 20 миллионов лет. А вот эти вот зелененькие квадратики в красных рамочках – это те самые ранние хомо с затировками где-то от 2,5 до миллиона лет назад. Ну, там, до полутора, скажем, миллионов лет. И мы видим, что здесь эволюция начинает идти со страшной силой. Мозги прирастают просто со страшной скоростью. И дальше все это продолжается через пяти кантропов, людей и длиберских, и неандертальцев, и первых кроманьонцев. Ну, про это потом падает, но про это я еще потом скажу. Вот. А самое главное, что здесь происходит рывок. И на графике с прямой шкалой мы это видим как перегиб под прямым углом фактически. То есть, вот мозги какие были-таки оставались, а потом со страшной скоростью начинают увеличиваться. И вот вплоть до современных значений за какие-то там несчастные полтора-два миллиона лет они достигают. А до этого двадцать миллионов лет ничего не происходило. И это в каком-то смысле поворотный момент нашей эволюции. Поэтому с этого момента мы отчитываем, собственно, род люди, хомо. И мозги не только увеличатся в размерах, но меняется еще и форма. Ну, опять же с поправкой, что все это было неравномерно. Вначале немножечко размеры подрастают, потом форма, потом немножко размеры, потом немножко формы. И если посмотреть на этих первых хомо, то мы видим, что у них одновременно тут же появляются каменные орудия труда. Первые два миллиона шестьсот тысяч лет назад в гоне. Потому что мясо как-то надо разделывать. Потому что у предков-то никаких там кулков, когтей, там ничего такого хищнического не было. Они все вегетарианцами были. И надо как-то с этим мясом справляться. А руки свободные, но и тут же они начинают делать каменное орудие. Ну, пусть такие кривенькие, корявенькие, но тем не менее. И у нас появляется огромное количество костей животных со следами разделки этих самых животных. То есть мы видим археологически, что да, они стали есть мясо. И всегда приятно, когда у нас теоретические выкладки согласуются с практическими вещами, которые мы находим в земле. Причем там можно эту добычу посчитать в процентах, там кого они ловили, там старых, молодых, маленьких, больших, там ежиков или антилоп, там или слонов. А слонов периодически они тоже, в общем, вполне себе ели. Ну, вряд ли они прямо ловили, конечно, но по крайней мере ели точно. Потому что есть скелеты слонов со следами разделки, с накидами вокруг булыжниками. И что, кстати, крайне показательно, у этих слонов чаще всего от головы остаются только зубы. То есть весь скелет может быть более-менее как бы целый. Ну, все-таки слоновую кость своротить, это сверхзадача. А от головы ничего не остается, потому что там мозги. Тем более у слонов там вообще шесть кило мозгов. И это же вообще, потому что, опять же, чистый жир. Есть такая концепция, что в значительной степени первая орудийная деятельность создавалась именно для добычи мозга. И головного, и там спинного, понятное дело, и костного. Ну, костный он не мозг ни разу, но как бы это жировая в значительной себе не ткань. И очень питательная. А самое главное, в костях этот костный мозг сохраняется всегда. То есть хищники, как правило, ну, тем более слоновые кости, да, разгрызть не могут. Ну, кроме там гиен особо одаренных. Ну, гиен можно прогнать, потому что гигантские-то гиены исчезли, что приятно. И этот костный мозг внутри костей не гниет, потому что он в консерве лежит, что в Африке очень актуально. Ну, в Африке, в принципе, падаль это вообще не особо бывает, потому что гниет то там все очень быстро на жаре, а тем более тогда увлажнейший, к тому же климат был. И там за день-два все сгниет так, что ничего не останется. Ну, и падальчиков хватает. Поэтому там мясо всегда свежее. И даже если она как бы падаль, все равно она свежее, чем вот то, что у вас на столах. Потому что здесь она достаточно из холодильника, где лежала неизвестно сколько. Ну, еще там как бы до даже того, как она попала в это заведение, да, в бар. А в Африке-то вот оно только что как бы померло. Вот. И оно гораздо приятнее. Поэтому у наших предков с кухней было все отлично, на самом деле. Вот. Но что удобно и хорошо, наши предки все-таки не стали закоренелыми хищниками. Это тоже так. Потому что ели они все подряд. И растения в том числе. И зубная система у нас типичная, ну и вообще весь пищеваренный тракт типично образцово-показательно-всеядный. То есть мы вот с этого момента, примерно там 2 миллиона лет назад, становимся абсолютно всеядными. В мозгах это отражается так, что наши предки, потому что на графике я показывал, да, переходят так называемый мозговой рубикон. Размер мозга примерно 700-800-900 грамм. Это тот размер, который отделяет обезьяну от человека, австромопитеков, которые не делали орудия от этих первых хомо, которые стали делать орудия, и современных людей с патологически маленьким мозгом микроцефалов, у которых как бы человечности как бы особо нет, да, от обычных людей, здоровых, у которых все с мозгом хорошо. И у них вот этот мозговой рубик он преодолен. Причем чудесным образом самые древние хомо нам известные, ну, допустим, хомор-дольфейнсис, да, которые там больше двух миллионов лет назад жили, имели чуть больше мозг, чем хабилисы, которые жили в среднем на полмиллиона лет позже, а мозгов имели меньше. И это большой вопрос, как так получается. Есть как минимум три варианта ответа, почему так вышло. Первый вариант, что, может быть, поменялась структура мозга. Может быть, изменения были не только размерные, но еще и там новые нейромедиаторы появились, какие-то там синапсы более мудреные, и как бы с меньшими размерами мозга они стали работать лучше эти мозги. Ну, как компьютеры, да, там еще там 50 лет назад это были здоровенные какие-то гробы, но потом они стали поменьше, а сейчас вообще в карман помещаются. Но есть вторая версия, что, может быть, на самом деле они уменьшились, потому что они были не так уж прямо запредельно и нужны. Тоже как вариант. В какой-то момент могла пойти как бы в обратную сторону эволюция, но потом выехала снова вверх, тем более, что сейчас мы тоже на минусе находимся, как бы у нас сейчас уменьшается. И не исключено, что эволюция мозга это не просто такая восходящая линия, а это ступеньки. Туда и сюда, туда и сюда. И вот здесь мы эту ступеньку видим. Может быть еще вариант, что это просто статистический глюк, потому что не так много этих черепов вообще известно и оценок мозга. И просто нам так повезло, что от роддельфейцев мы нашли те, что побольше, а от хадриса, более поздних, мы нашли те, что поменьше. Ну, найдем их еще там штук 20, да, и может быть тогда эта кривулька выровняется, и все будет красиво. Но у нас есть в этот момент не только африканские, но и вне африканские люди. И вот люди из Маниси первые Африку покинули. Причем с такими же совершенно мозгами. Довольно часто звучит, что люди получили большие мозги, развили орудийную деятельность, и это позволило им выйти из Африки. Нифига. Вышли они ровно с теми же булыжниками и с теми же строго мозгами, а это еще и поменьше, на самом деле, по размеру, чем до этого было. И люди вышли из Африки гораздо позже, чем многие другие животные. То есть те же там гиены, свиньи, павианы, зебры, страусы, слоны, носороги шлялись и в Африку, и из Африки туда и сюда, сколько влезет. А люди тормозили до последнего. Ну, потому что, как я уже говорил, мы не приспособлены далеко и быстро бегать. Ну, потом уже люди научились, но в тот момент еще не особо. Но, тем не менее, как минимум до Грузии добежали. Это тоже приятно. А в самой Африке местами эволюция шла чуть ли не в обратную сторону, чему, примером, австромопитеки-сидивы и, видимо, их более-менее потомки – хомоноледи, у которых мозги с самого начала были не очень, прямо скажем, как у австромопитеков, поэтому, собственно, в рот австромопитеки и относятся. Но даже 300 тысяч лет назад у хомоноледи они все равно оставались 500 грамм в среднем. Ну, там, у особо одаренного там 610, да, но все равно 610 – это меньше, чем у хомородельфейса, на самом деле, 2 миллиона лет назад, а здесь 300 тысяч лет назад. При том, что специфика строения некоторых участков мозга у этого хомоноледи такая, как у хома. То есть, есть концепция, такая гипотеза, что у его предков мозги наросли, на самом деле, а потом уменьшились, причем так капитально довольно существенно уменьшились. И это показывает, что большой размер мозга – это не такая уж однозначно полезная штука. И в процессе эволюции движение может быть вообще и туда, и сюда. Просто они жили в таких чудесных условиях, где мозги были – не самая важная вещь. Ну, можно и так, а можно и без мозгов, и нормально тоже работает. Причем это 300 тысяч лет назад, когда в других частях Африки, в принципе, очень даже рядом, жили люди уже с современным размером мозга практически, ну, там, может, чуть поменьше, там, ну, 1200 грамм точно у них уже было, да. То есть, в два раза больше, нежели здесь. И вот эти более мозговитые наши предки – эти хомоноледи, судя по всему, такие вытеснили. Единственная проблема, что вот эта южноафриканская история известна очень плохо, на самом деле. То есть, у нас есть один череп Австралопитека Сидибы из Малапы, ну, и плюс там еще скелет другой, там черепа нету, и целая куча, на самом деле, черепов хомоноледи, но из одной и той же пещеры. Ну, вернее, там две пещеры, но они рядышком. И в промежутке между двумя миллионами и трехстами тысячами, вот конкретно для этого участка Южной Африки, у нас никаких данных нет. Вот, но мы не так же прямо и горюем, потому что к нам это все равно косвенное отношение имеет, наши предки эволюционировали в других местах. А наши предки в это время развивались по линии так называемых архантропов. То есть, это линия хомоэргастера и его потомка хомоэректуса. Хомоэргастер по-другому человек работающий, хомоэректус – человек прямоходящий, ну, хотя прямохождение возникло намного раньше. Чудесным образом мы видим, что и, кстати говоря, у Хавелеса и у эргастеров мозги очень разные. То есть, вот два эндокрана, да, ну, их больше известно, но это вот два таких крайних варианта. И здесь одна доля коротенькая и высокая, а здесь она низенькая и длинная. Причем это целая черепа, и это не реконструкция, а они прямо такие есть, да. И здесь височная доля такая вот высокая и коротенькая, а здесь длинная и низенькая. И затылочная доля отличается, и теменная совершенно другой формы. Ну, это даже внешне по черепу там видно, так что иногда их вообще в разные виды разносят, а иногда объединяют хомоэргастера. Это вообще довольно стандартная ситуация в эволюции, когда меняются условия среды, появляется много-много разных вариантов. Ну, потому что среда изменяется, и выживают и такие, и сякие, ну, какие-то вокальные условия там и сям, они немножко отличаются, а потом все более-менее устаканивается, кто как бы неправильный был, все вымирают, остается какой-то один вариант. И вот на уровне хабилисов, еще предыдущих, да, и вот этих эргастеров, это тот самый случай, когда пошел как бы разброс и шатание. Но что показательно, лобная доля при этом активно росла, потому что неважно высоту или длину, как бы она как раз вот нарастала. Изменяется наконец-то строение височной доли, и вот этот участок становится более-менее современным, в отличие от обезьян. Или и у хабилисов, и у эргастеров начинает, и у эрекусов, кстати говоря, бурно эволюционировать вот та самая зона брака. Так что мы можем догадываться, что на этом уровне, то есть у первых хомо, формируется какая-никакая речь. Ну, вряд ли они прям могли говорить, как я тут, часами, да. Но, тем не менее, речьевая коммуникация однозначно была круче, нежели у обезьян. У обезьян она гораздо проще. И мы видим прогресс технический, в отличие от галичных орудий предыдущих, когда просто там булыжник несколько раз стукнули, да, что-то такое кривенькое получилось, и годится. Здесь вставляется шельская техника, когда они, вот эти же булыжники, начинают обрабатывать уже со всех сторон, по всей площади. Пусть тоже это всё такое кривое, косое немножечко, но зато это уже шельская рубила. Миллион семьсот тысяч лет назад самые древние образцы, собственно, вот это самые древние есть на фотографии. Но это уже новый уровень. И хотя для нас как бы и то кривые камни, и это кривые камни, но с их точки зрения это мега прорыв на самом деле. Потому что то было там несколько ударов с одной стороны, а тут много-много ударов со всех сторон. И это вот совсем большой разрыв. То есть, строго говоря, по некоторым как бы соображениям, это больше прогресс, чем от Ашеля до современности. Вот, потому что они стали обрабатывать те участки камня, которые обрабатывают вроде как и не принципиально. То есть, в принципе, эффективность орудия это не повышает, но они старались. Вот, это все-таки некоторое усидчивость, некоторое упорство. И появляется типология. Ну, в принципе, она и для этого есть, но она более жесткая становится. То есть, это говорит о том, что изготовитель орудия, беря еще вот необработанный булыжник, да, кривой косой в руки, уже представлял, что он там хочет получить. И как бы имел некий план длительных действий. И чем дальше, а Ашеля это уже довольно далекий уровень. То есть, это уже миллион лет прошел с начала орудийной деятельности. Вот, надо представить много-много ударов с разных сторон. Чтобы здесь получилось остренькое, да, здесь кончик совсем остренький, а здесь вот закругленное, чтобы рукой держать. Это уже вот некое соображение. Обезьяны так не могут. Единственная обезьяна, которая научилась делать чопперы, но далеко не такого уровня, гораздо примитивнее, это шимпанзе Канзи Бонобо, карликовое шимпанзе. Вот, его вот научили делать орудия. Но это гений, он как бы один такой есть, и никакие другие шимпанзе такое делать не могут. Хотя камни они могут использовать как орудия труда, но они их не изготавливают никогда. Сами в природе там и в эксперименте даже тоже не делают. А здесь уже все по полной программе. Да, у хомоорексусов, я так не упомянул, у хомоорексусов все эти тенденции усиливаются на самом деле. То есть, в принципе, у них растут размеры мозга. Вот, форма примерно все та же самая сохраняется, но такая более устаканенная становится. И мозги дорастают до средней величины в килограмм. При этом, минимальный размер, как видите, 727, это как у самых таких крупных геймеров. То есть, как бы не тоже прямо круто. А максимум 1250, ну, это примерно как у меня, например. То есть, ну, это может быть там ниже средней современного человека. Ну, вполне как бы нормально и так, ничего. А в среднем килограмм. А у современного человека килограмм, это скорее как бы близко к минимуму. Ну, то есть, это такой стандартный минимум. То есть, если, допустим, у всех мозги вот здесь присущих перемерить, может быть, у кого-нибудь килограмм найдется. Хотя тоже не факт далеко. Ну, если во всем Ижевске перемерить, то у кого-нибудь наверняка найдется. Вот. Ну, как бы так. То есть, у современного человека это скорее редкость, а там это среднестатистическая. Ну, и по форме мозга лобная доля приплюснутая, теменная доля приплюснутая. Ну, и височная более-менее растет. Ну, затылось немножко тоже увеличивается. Стало быть, прогресс шел дальше. И вот в конце существования Homo erectus они дошли до уровня создания предметов искусства. Причем, чудесным образом, самые творческие оказались те, кто всегда считался самыми примитивными, которые убежали дальше всех. Эти самые erectus расселялись из Африки туда и сюда. Ну, и в самой Африке они жили, понятное дело. Но расселялись, правда, по тропической зоне. Вот вдоль берега Индийского океана. И те, которые добежали до Индонезии и оказались в итоге там в изоляции на островах, в общем, местами они там переплывали еще проливы, что само по себе прикольно, то есть они могли по морю плавать. По орудиям они были довольно примитивные. Действительно, у них там ничего толком нет. Ну, там какие-то есть даже иногда подобие рубил, но что такое кривенькое. Но именно у них нашлось древнейшее свидетельство искусства. Вот это вот раковина из Тренилия, на которой акульным зубом, который тоже там найден, нацарапана вот такая вот загогулина царапылька в виде такой гребенки, которая является именно искусством. Потому что это сделано не для того, чтобы открывать ракушку и ее съесть. Они их открывали, но по-другому. Они тем же самым акульным зубом сверили дырочку вместе мышцозамыкателя, и ракушка сама открывается. Это, кстати, тоже надо придумать еще. Это не для того, чтобы сделать орудие, потому что орудия тоже известные, из раковины, из того же самого места. И оно выглядит совершенно иначе. А вот эта царапина, она не добавляет ничего для функционала. То есть это не чтобы поесть, не чтобы там лучше использовать, а потому что душа просит. А это и есть искусство. То есть некая энергозатрата, довольно существенная, имеющая целью получения эмоционального какого-то выхода. То есть потому вот прикольный как, да? То есть долго-долго старался, трудился, и как бы прикол. И у пятикантропов вот такой пример есть. Это местонахождение Тренили на Яве с древностью примерно полмиллиона лет. Ну, поскольку это сто лет назад Эджан Дюба нашел там датировка такая расплывчатая, что не очень понятно, где он нашел. Но по самой раковине собственно датировка сделана полмиллиона лет получается. Это существенно, потому что последующие примеры подобного же искусства датируются четырехстами тысячами лет. То есть еще сто тысяч лет как бы, да, разрыв. И это те, у кого мозги на самом деле были самые маленькие. Потому что если мы будем смотреть на эндокраны, которые на предыдущем слайде были, то как раз яванские пятикантропы оказываются самыми примитивными чудесным образом. То есть если мы синхронных будем сравнивать, то африканские всегда на первом месте оказываются у них самые здоровые мозги. И в Европе примерно то же самое, ну может там что-то поменьше, а вот в Азии все меньше-меньше-меньше, и иландские самые примитивные. И при этом их построению, кстати, то же самое, и построению самые примитивные. А по выходу практическому оказались самые продвинутые. То есть орудия у них какие-то коряенькие, а творчество есть. Так что это еще один такой новый уровень скачок развития, когда люди стали делать то, что напрямую в данный конкретный момент для жизни не необходимо. Можно как бы без этого жить, но стали делать. Вообще, почему так получилось? Большой вопрос, честно говоря. Но судя по всему, мозг стал настолько большой и настолько сложно работать, и такой хитро сделанный, что начал давать какие-то побочные выплески. То есть такие глюки. Я все время аналогию с компьютером привожу. Я как свой ноутбук не включу, он каждый раз работает по-другому. То он так включается, то он сяк включается, то перезагружается, когда не надо, то что-то там глючит, то какие-то картинки выдает, которые сродни не выдавал никогда. Регулярно какие-то надписи появляются странные. И это, в принципе, вот уже почти разумность на самом деле. Халпите кадра гораздо круче все было. И вот такой глюк как бы работы мозга. Вот такая вот царапулька, в частности. Потому что хочется. А проведор шел дальше. И следующий уровень. Это Homo gidelbergensis. Но тут, правда, есть такая тонкость, что подавляющее количество находок черепов таких вот, по которым от экрана можно сделать, этих самых гидербергенсов, это европейские находки, поскольку в Европе просто больше находили, искали и сохраняли. Но есть и африканские. Вот это, например, это из Брокенхилла, это Замбия. То есть это самый, что есть такой предок. А, соответственно, на разных территориях, ну, поскольку они уже расселились, как я показывал на карте, широко, стали появляться свои варианты, локальные, местные виды. Всякие там хоббиты на Флорисе, некие денисцы в Азии, неандертальцы в Европе, и в Африке запенцы. Но это попозже уже было. А сами вот эти вот гидербергенсы новый, такой ключевой уровень развития. Потому что средний размер мозга у них, ну, как видите, разброс довольно приличный, но в среднем достиг величины 1300 грамм. А у нас, как я уже говорил, 1350, а здесь 1300. То есть, в принципе, эти 50 грамм – это ерунда. На самом деле, и у половины современных людей на самом деле меньше, чем у средней величины гидербергенца, получается. Так что, это почти современный размер. Но, правда, строение еще не очень современное. Лобная доля по-прежнему приплюснутая. Затылочная, кстати, тоже там не особо выросла. И височная довольно маленькая. Но, что существенно у них увеличилось, действительно, по сравнению с предыдущими соректусами – это теменная доля. Ну, на картинке это не так уж прямо очевидно, а если это измерять, это прямо у глаза просто саятся на всех графиках. Вот теменная доля у них выросла прямо замечательно. Это тот редкий случай, когда разделение видов по эндокранам работает лучше, чем разделение видов по черепам. Хотя, казалось бы, эндокран мы делаем все по тому же самому черепу, но эндокран почему-то работает лучше чудесным образом. И это очень показательно. Вот именно то, что это теменная доля, потому что, как я уже говорил, теменная доля – это та, которая занимается, ну, по сути, орудийной деятельностью. То есть это работа руки, чувствительность руки, и координация этой чувствительности руки с движениями. Ну, хотя движением занимается угодная доля, но теменная координирует. И, соответственно, мы вправе ожидать, что у этих самых хомо-гильдбергенцев будет какой-то ядреный прорыв в технологиях. Чудесным образом мы, вроде бы, прорыва формально не наблюдаем. То есть, если посмотреть на археологические вот эти дефиниции, то у эректусов это ранний ашель, а у гильдбергенцев это просто поздний ашель. Ну, это как бы вроде то же самое. То есть, были рубилые клеверы и стали рубилые клеверы. Да, как бы прогресса вроде никакого нет. И что тогда говорить? Почему у них там мозги выросли? А выросли так нехило, да? То есть, было 1000, стало 1300. На треть увеличилось. Это как бы не мало очень. Ну, заметьте, что разброс, разрыв от эректусов до гильдбергенцев гораздо больше, чем от гильдбергенцев до нас. То есть, там разница 300 грамм, а до нас 50. Ну, то есть, в 6 раз, да, разница. Но, типологически, и там ашель только ранний, и тут ашель только поздний. Какая-то фигня. Ну, если посмотреть, на самом деле прорыв таки был. Потом, первым делом, у гильдбергенцев уже достоверно появляется речь. Это мы знаем, потому что у нас есть нижние челюсти, а на задней стороне подбородочного симфиза, то есть, вот здесь вот, крепятся мышцы всяческие речевые, как они там подбородочно-подъязычные, например. У нас есть угловые косточки, по которым мы можем посмотреть, ну, и вообще внутреннее ухо, в принципе, там всякая улитка, да, по которым мы можем посмотреть, на какой частоте они слышали. И если нарисовать такой график, а он был сделан, естественно, тут же, то видно, что у шимпанзе как бы пик слуха находится в одном месте, а у нас два таких пика, один там же, где у шимпанзе, а другой вот синенький график там, где мы говорим. То есть, мы хорошо слышим частоту нашей речи. Ну, что, в общем, как бы логично. И причем это та частота, которая в природе довольно редко встречается. Ну, собственно, поэтому мы на ней и говорим, чтобы нашу речь хорошо вычленять из общих звуков природы. Именно поэтому в таком диапазоне. А шимпанзе вроде в другом диапазоне. Но у вот этих самых гидребрегенсов, вот этих много-много других поросочек, да, величина получается почти как у человека, но все-таки со смещением в сторону шимпанзе. То есть, получается, что они говорили, ну, как бы чуть более по-обезьянски говорили, чем мы. Ну, то есть, они слышали на этой частоте. Это как бы не то, что говорили, это слышали. Но, если они на частоте речи слышали, ну, вряд ли они чужую речь слышали, да, там, попугайчиков, говорящих, или, там, магнитофонные записи, значит, они же, собственно, и говорили. И мы это можем видеть по подъязычной кости. Ну, правда, от гидребрегенцев там не так уж прям много их есть и изучались, ну, хотя есть, на самом деле, символосососос, но в данном случае приведена подъязычная кость неандертальца. Это более позднее время, но зато она хорошо изучена, и ее тропикулярная структура такая же, как у современного человека. А тропикулы – это вот такие маленькие перемычки внутри кости. Ну, если там куриную кость будете грызть, там внутри такие ячеечки. И эти ячеечки устраиваются по линиям напряжения, то есть, с какой стороны мышцы тянут, туда и эти перепоночки выстраиваются. И у неандертальца эти тропикулы построены так же, как у современного говорящего человека, и не так же, как у современного немого, скажем, человека или там у шимпанзе, у которых нету таких напряжений мышцы, соответственно, торбеку они так расположены. Значит, они говорили, вот опять же, на самом эндокране зона брака, вот здесь прекрасно видно, она становится более выпуклая, и на основании черепа, например, диаметр подъязычного канала для подъязычного нерва, который иннервирует язык, опять же, говорение. У островопитеков ширина, тут по горизонтали, ширина канала такая же, как у обезьян, даже меньше, а начиная с гильдебрегинсов, вот этот вот африканский, да, как раз наш предок, как у человека, и у неандертальцев то же самое, у протасапиенсов то же самое, вот мы. И у гильдебрегинсов диаметр нерва, который иннервирует язык, такой же, как у нас, ну, значит, там большая иннервация, значит, они говорили. И заметьте, что это намного больше, чем у обезьян, даже в максимальных значениях. Так что, ну, это не единственный такий пример, там можно еще диаметр спинного мозга там смотреть, по позвоночнику там еще всякие такие вещи, но по всем этим параметрам они могли говорить, и это прорыв. Вот, то есть понятно, что у гильдебрегинсов тоже это появлялось, да, но там это появлялось, а здесь оно появилось, и это большая разница. Ну, хотя и некоторая эволюция еще все-таки потом тоже была, само собой. И вообще, как я уже сказал, с одной стороны ашель и ашель, а с другой стороны появляются новые крутые достижения. Очень бурно развивается искусство на разных уровнях. Например, появляются суперсимметричные рубьева. Если до этого, то, что я показывал, там ранние ашель, они кривые, косые, и как бы, ну, как попало, в общем-то, сделанные, ну, хотя план был, как я говорил, да, ну, так себе. А многие позднеашинские рубьева, они сверхсимметричные, то есть там трехмерная симметрия. Они симметричные, если смотреть плашмя, если смотреть, как бы, края, и если смотреть с торца, тоже симметричные. Такое сделать трудно, на самом деле, это надо сильно напрячься. И пользу это не приносит никакой. То есть использовать такие орудия неудобнее, чем кривые, а даже, в общем-то, менее удобно. Шурка-то у нас несимметричная. Но они старались. И есть мнение, что это они делали, потому что это красиво. Это, опять же, вот эстетические представления. Появляются орудия, сделанные очень нестандартные, например, с какими-то включениями. Вот, допустим, из Вест-Товца рубила с ископаемой ракушкой и с Ванскоба, с этим морским ежом ископаемым. То есть они нашли породу с этими окаменелостями, им понравилось, и они сделали с красивой вставочкой, как бы, да? Ну, то есть они не вставили, понятно, но вот обработали. Могли бы взять и сбить, или вообще там выкинуть булыжник. Но сделали красиво, чтоб было. Ну, вот, у всех просто рубила, у меня вот с ежом, как бы, клево же. Проще всех пошел, по самому простому пути, пошел товарищ из Фердсплат, который, если я урубила 39 сантиметров длиной. Ну, это, как бы, школьная линейка, да? Вот 40 сантиметровая, фактически, там, длиной в локоть. Оно весит 3,5 кг, почти 4, и, знаете, не нужно такое. То есть им сделать ничего невозможно. Оно огромное, тяжеленное, несуразное, и, надо сказать, что и тупое. На самом деле. Ну, то есть видно, что с самого начала оно не предназначалось, в общем-то, особо для использования. А было сделано чисто по приколу. Потому что, как бы, у всех просто рубила. Ну, рубила бывает обычно вот по размерам и по форме с ладонь. А это вот такое вот рубила. И, как бы, хоба-на! Как бы, лучше, там, на тележке привезти, да? И буханку хлеба купить. То есть это очень круто, как бы. И это такие первобытные понты, как бы, да? А может быть, вариант юмора первобытного. Это такая шутка. И в любом случае, это, опять же, большие затраты энергии физической. Потому что сделать такой рубилой, это надо сильно постараться. Его вообще трудно довольно сделать. И нефункционально. А чтобы произвести впечатление. Но, если подумать, то на выходе, как бы, итоговом, это очень даже полезная вещь. Потому что человек, который проявляет такие качества, ну, какую-то смекалку, сообразительность, оригинальность, да? И, опять же, чувство юмора, например, он выигрывает. Потому что он повышает этим всем свой статус. Он становится, как бы, крутой. Его замечают, на него обращают внимание. И у него повышается вероятность оставить свои гены в потомстве. За счет чего, собственно, в следующем поколении все будут в среднем более интеллектуальные, сообразительные, юморные, там, все такое прочее, да, общительные. И по нарастающей это будет усиливаться. А тут еще, к тому же, включается ведь и межпопуляционная конкуренция. То есть, если у нас есть две группы, допустим, этих самых пятикантропов, и одни из них такие вот сообразительные и клевые, да? И делают всякие красивые орудия, а другие такие туповатые, коренькие, вот, то эти просто выиграют. Вот, потому что они займут большую территорию, они будут лучше соображать, лучше использовать ресурсы, они будут лучше общаться между собой, более координированные, да, там, более организованные. Их гены победят. И таким образом начинается конкуренция уже людей с людьми, независимо от условий среды. То есть, в принципе, такой уровень развития интеллекта уже избыточный вроде как получается. То есть, в принципе, можно быть и бараном совершенно, да, как бы питаться, ну, в буквальном смысле бараном, как бы, да, бараны живут, у них мозгов не особо много, ну, и вполне себе хорошо. Можно быть кошкой, да, которая тоже там интеллектом не блещет, и тоже нормально выживает. Вот, и у человека мозгов вот этих там 1300 грамм, да, у нас 1350, столько вообще, как бы, вроде бы и не надо. Но, если рядом есть другие люди, то столько надо. Вот, и судьба хомо-аналидии, которые как раз в это время исчезают в Южной Африке, кому прибел. Вот они в свое время не нарастили, а даже сбавили, и как только пришли более интеллектуальные, тут они и закончились. Вот, ну, и не только хомо-аналидии, там, всякие хобби, то тоже самое. Люди начинают делать составные орудия. То есть, это вообще супер-мега-рывок технологий. До этого момента было просто рубило и рубило, его держишь в руке и работаешь, да. А тут появляется удлинение руки. И появляется идея, что из нескольких элементов можно состоять что-то большее. То есть, когда у нас есть отчерк, кусок смолы, и вот отпечаток еще и древка. Наверняка еще какая-то обмотка была, потому что просто так в смоле древка держаться не будет. Вот, и мало того, что это комбинаторика, то есть, до этого просто был булыжник, делали рубило, да, а теперь сделали отчерк, сделали смолу, сделали палку, обстругали, все это связали, соединили. Это вообще просто космический уровень. То есть, это рывок, сопоставимый, там, с открытием космоса фактически, да, там, с выходом в космос. Да, к тому же еще и возможности усиливает, потому что если это орудие на рукоятке, то это дает неимоверные преимущества. Можно бросить это дело в кого-нибудь, да, даже если это используется держа в руке, то когда тыркаешь там в какого-нибудь волка, допустим, волк будет хватать, естественно, за эту палку, ну, потому что волки, они хватают за конечности, и с точки зрения волка, палка это конечность, и надо ее грызть, вот, а человек не страдает, и он может кого угодно победить. И неспроста в это время, хомо гильдебрегенцев, люди начинают намного активнее охотиться на животных. То есть, они и до этого, в общем-то, охотились, но тут появляются массовые места забоя животных, так называемые кинлсайты, как это часто даже по-русски пишут, ну, такие, как бы, места охоты, где куча, видите, лошадей, носорогов, слонов, бизонов, там, кого угодно. Вот, и хищников в том числе, кстати говоря, именно вот в это время охота на хищников становится иногда даже массовой, на самом деле, там, гений волков, там, последних соблезубых тигров они выпиливают в это время, в Европе, как раз, и человек становится царем горы. Все, он уже вершина пищевой цепочки, ему уже никто не указал. То есть, если до этого момента его там кто угодно мог съесть, тут уже все, он самый крутой. Ну, и можно уже в это время развлекаться, строить жилища, например, которые, может быть, до этого тоже, в общем-то, были, шампанзы тоже какие-то, там, гнезда на ночь вьют. Но тут мы их уже находим, и довольно приличного размера, там, 9 метров длиной, ну, то есть, это такое сооружение с опорными столбами, придавленное, там, по бокам камнями. Ну, и вот в Террамате, реконструкция сделана как раз по жилищу оттуда, там 20 штук таких найдено. Ну, то есть, понятно, что это не деревня за раз там 20 домов стояла, это они год из года приходили на одно и то же место, строили заново, ну, и там 20 раз подряд, да, получилось 20 домов. Ну, или, там, может, два раза, там, два дома за раз строили, там, мы только так не знаем, но, по крайней мере, стабильно и регулярно это делали. По лекции даже такая вещь, как детские игрушки, ну, по крайней мере, орудия труда, сделанные все по тем же лекарам, только маленького размера, скажем, там, 4,5 сантиметра длиной, или, там, 7 сантиметров длиной, да, как вот это вот, то есть, там, 17 грамм весом. Это махонькая такая фигнюшечка, которая, в общем, ничего сделать нельзя. А руки-то у них, как у нас, с размером были, то есть, толка такого нет. Если бы это были какие-то поздние времена, это еще мог быть, там, наконечник стрелы, например, потому что, в принципе, такого и будет размеры, но у них не было стрел. И самое главное, сделано это по той же технологии, в этих же местных рождениях все нормальные-то орудия, они большие, ну, вот, с ладонь размером, да, и все большие-большие-большие, и бац, и там такая фигня находится маленькая. И сделать ее труднее, чем большую. Как там, тюкать-то надо, да, это же камень все-таки. Но старались, сделали, и есть такое мнение, что это игрушки для детей, почему бы и нет, собственно. И, наконец, появляется такая вещь, как санитарное погребение. То есть, люди начинают уже какое-то внимание обращать на умерших. А это уже, как бы, опять же, новый уровень развития. То есть, если до этого момента просто он помер, лег, как бы, да, и все ушли, поэтому у нас, кстати, и находок не так много, потому что, скорее всего, тут уже кто-нибудь съест, какая-нибудь там гена прибежит. А теперь они стали что-то с этим делать. Ну, правда, могилу они еще не копали, но вот в Симодолусе, откуда вот этот камень, была яма 16-метровой глубины, естественного происхождения, просто дырка в земле, и они туда бросали тела, накидали 3 метра костей в итоге. Но показательно, что на эти 3 метра человеческих костей нету ни одной кости копытных животных. Это говорит о том, что это не помойка. То есть, это не просто свалка, куда они все подряд стаскивали, а это именно место для бросания людей. Там вопрос, насколько это было там одномоментно или там много лет подряд, ну, скорее всего, не одновременно, потому что 3 метра все-таки накидать, это надо постараться. И что еще тоже важно, на эти 3 метра есть одно единственное орудие труда. То есть, опять же, это не помойка, жили они не здесь вообще, в другом месте. Вот. И вот это орудие, оно, как видите, эксклюзивное, оно особенное. Более того, в археологии назвали скалибур. Оно такое красненькое, желтыми прожилками, довольно качественно сделано. И есть мнение, что это погребальный инвентарь, который туда специально, пафосно был брошен. И таким образом, это уже какой-то обряд. То есть, это уже, опять же, совершенно новый уровень мышления, нежели было до этого. Ну, может, конечно, стояли на краю там, и там, ой, как бы, да, и там в эту яму лезть уже не хочется, да, там к трупакам на 16 метров глубиной, тем более, там, отвесные стенки совершенно. Но, судя по тому, что оно там одно и такое красивое, наверное, все-таки было не так. Вот. И уж совсем великое достижение, в это время люди начинают добывать огонь. То есть, первые следы использования огня, там даже у меня картиночка была, относятся ко временам еще, строго говоря, Хабелесов, там, миллион шестьсот тысяч лет назад, ну, или Оргастеров, по крайней мере, там, миллион, может быть, семьсот тысяч лет назад, но там они такие спорадические. То есть, там, то ли был, то ли не был. И если и было, то крайне редко, и, скорее всего, добывать они не умели, и не зависели уж точно никак. А со временем, порядка четырехсот тысяч лет назад, ну, там, четыреста, триста пятьдесят, огонь начинается в массовом порядке. То есть, это прямо слои пепла, очаги не оформлены, обложены камушками, обожженные кости, обожженные камни, причем даже с технологическими целями, но если кремень нагревает, у него свойства меняются, и он по-другому колется, это используется по-своему, и, судя по изобилию кострич с этого момента, четыреста тысяч лет назад, они научились огонь именно добывать. И это есть и в Араго, и в Табуни, и в Киземе, и там еще где-то, там, в Айн-Маруфе, там, где угодно еще, и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Африке. То есть, они стали много и часто жечь огонь, а с некоторым временем стали зависимые от огня, что, кстати, в немало степени поменяло даже наше строение, потому что одно дело жрать сырую пищу, а другое дело приготовленную, как вот здесь сейчас вы делаете, да, и это совсем не одно и то же, потому что на переваривание приготовленной пищи надо меньше тратиться своих, как бы, внутренних сил, потому что оно уже, как бы, приготовленное, да, огнем, как бы, там, какая-то дентурация белка произошла. И в тот момент, конечно, это на физическом плане еще не особо сказалось, а у нас теперь гораздо уже таз, и намного уже грудная клетка, потому что пищеварительность тема стала меньше. И если посмотреть на тазовые кости и грудные клетки вот этих персонажей, они все-таки очень пузатенькие, у них грудная клетка вниз расширяется, таз очень широкий, явно пузико было такое очень отвисшее. Ну вот, а теперь у нас все это сильно сузилось, и мы намного стройнее, чем были тогда. И, как бы, человеческая форма приобрелась. Ну, в тот момент, правда, еще и не было, потому что они этим только начали заниматься, а отбор, ясное дело, потому что он шел еще очень долго. Потомки этих самых гильбергенцев, как я уже там показал, стрелочками, стали очень разными. Появляется куча вариантов. Ну, правда, про некоторых из них, про мозги, мы ничего не знаем. Допустим, про денисовцев, да, там, помянутых, но, как бы, про мозг мы его не в курсе. А некоторые пошли очень специфическими путями. Например, люди флоринские, или хоббиты, которые приплыли на автрофлорис в Индонезии примерно миллион лет назад с размерами мозга килограмм, ко времени 190-50 тысяч лет назад, имели уже размер мозга 400 грамм. Ну, вот конкретно этот череп, по которому этот Индогран сделан, имеет до тюрок 80 тысяч лет назад, и вот объем 426 кубических сантиметров. А это не самые маленькие на самом деле. То есть есть кости более мелких индивидов. Ну, там нету целых черепов, но запчасти есть, как бы. И получается, что они за, там, примерно полмиллиона лет, ну, там, чуть побольше, уменьшили размер мозга в 2,5 раза. Ну, там, в 2 с лишним, по крайней мере, раза. Бум килограмм, стало 400 грамм. И это произошло потому, что они жили слишком хорошо, потому что они жили на резком острове, где все зашибись. Еда есть, вода есть, тепло, потому что это почти экватор. Конкурентов никаких, потому что они туда одни догребли. И хищники, вараны, и аисты-морабу, не летающие. Ну, правда, аист 1,5 метра, там, 1,80 даже, да. А эти ребятки метр высотой, ну, то есть аист, там, почти в 2 раза выше. Ну, это аист, как бы, да. И варан, он, конечно, там, 4 метра длиной, но это варан. Это, как бы, даже не волк, да. И, как бы, конкурирует с ним, ну, взял палку и конкурирует, сколько влезет. Поэтому у них орудийная деятельность чудесным образом не исчезла. И камни они обрабатывали, даже какой-то там прогресс свой шел. Ну, по крайней мере, орудия стали маленькие. Но мозги не усохли. Причем, что интересно, они уменьшились не только в размерах, но и по форме. То есть форма из вот этой эректовидной, да, эректусов, которая была более-менее уже продвинутая, превратилась в подобие австралопитеков. Если на графике смотреть, куда попадают мозги этих хоббитов, они все время улетают в австралопитеков упорно. Ну, там, не строго, как бы, но в ту сторону. Но даже появилась такая версия, что, может быть, они возникли из австралопитеков, но это как-то очень странно, потому что миллион лет назад нигде уже никаких австралопитеков давно не было. Ну, там, последние какие-нибудь парантропы в Африке, но это я как бы явно не про них. А 50 тысяч лет назад они исчезли, потому что в это время мимо прошли сапиенсы по направлению Австралии. 50 тысяч лет назад это уже все, это уже сапиенсы, современные люди. И когда сапиенсы с размером мозга, там, тысяча на тот момент, 500 грамм, да, встречаются с телем, у кого и 500 нету, ну, как бы, итог очевиден совершенно. Поэтому хоббита больше нет. Ну, правда, некоторые энтузиасты до сих пор их там на флорисе ловят где-то по лесам, надеясь, что может быть там, ну, а-ля снежный человек, они там где-то ныкаются еще. Но что-то крайне маловероятное, потому что остров не такой большой, и прятаться там особо-то негде, на самом деле. Вот. А с другой стороны планеты, в Европе, в западной части Азии, неандертальцы пошли по-прямо, по обратному пути и нарастили себе мозги до 1500 грамм. Вот. А в рекордных значениях даже 1800. Вот. Ну, в принципе, у современных людей бывает индивидуально даже и больше, но у современных людей у нас выборка, миллионы людей, да, а здесь у нас не такая прямо запредельная выборка. И мозг у них вырос, правда форма поменяла довольно специфически. Лобная доля осталась приплюснутой, очень такой узенькой, маленькой. Височная тоже, прямо скажем так себе. Очень сильно выросла затылочная, она прям вообще немереная, намного больше, чем у современного человека. Это по-своему загадка. То ли у них какое-то зрение было офигенное, прям невероятное, причем не то, что там острота зрения, да, хорошая, а именно как бы распознавание зрительных образов. То есть они очень здорово видели, как бы, детали, всякие тонкости и очень это хорошо соображали на сознательном уровне. То есть это не рефлекторно, там, инстинктивно, да, а именно сознательно. Но при этом как-то с творчеством у них не очень. То есть оно было по-своему, да, вот там, допустим, искрабленная подвеска из когтей Орлана Белохвостая с древностью 130 тысяч лет назад, самое древнее индивидуальное украшение, на всякий случай, даже древнее, чем у сапиенсов известное. Но на этом, в принципе, все и остановилось. И у более поздних неандертальцев тоже что-то периодически встречается, ну, как-то так себе и как-то без фантазии особо. А самая интересная особенность мозга неандертальцев, это то, что он у них очень широкий. То есть у них прям реально вот такой ширины головы, и как-то не очень понятно почему. То есть площадь мозга не такая большая, и как бы он такой здесь приплюснутый сверху, то есть объем коры, он, скорее всего, примерно как у нас был, вот, а объем самого мозга большой. И это может быть только потому, если у них большие желудочки мозга полностью внутри, ну, непонятно, нафига бы они такие могли быть. Или там большое количество белого вещества, но опять же, белое вещество – это приложение к серому, и как бы еще ему там много-то быть. Или же там были большие подкорковые ядра. А подкорковые ядра, ну, собственно, единственное, что там может быть большое внутри, там больше ничего и нет, это, условно говоря, подсознание. То есть это несознательное автоматическое управление эмоциями. Контроль над агрессией, да, над отношениями между там с друзьями и знакомыми. Ну, опять же, не осознательное, а подсознательное как бы доброжигательное отношение, недоброжигательное отношение, вот эти вот все такие вещи. Там забота о потомстве. И с большой вероятностью у неандертальцев это было отработано до совершенства, на самом деле. Причем на автомате, заметьте, это не осознание, это подкорпе. И есть даже такая полуфантастическая гипотеза, но сразу подчеркиваю, что это полуфантастическая, которая гласит, что это стало причиной вымирания их. То есть если у них такие вот, ну, грубо говоря, инстинктивные формы поведения были очень хорошо прописаны в мозге, а сознание было так себе, а по палеогенетике более того мы знаем, что основное отличие генома неандертальского от нашего, заключается в генах, которые кодируют нервную систему. То есть они именно на биохимическом, на клеточном уровне от нас сильно отличались в строении мозга. В чем это заключалось, мы не знаем, как бы настолько генетика еще не шагнула, но по крайней мере это так. А стало быть, вот по подкорпе отличались очень сильно. И если на сознательном уровне они были так себе, что там и искусство у них не очень, и погребения, ну, как бы они есть, но тоже как-то так себе, ну, и как-то все вот у них что-то недоделанное, а внутренний контроль очень жесткий. Что очень важно, иметь внутренний жесткий контроль для очень опасных агрессивных хищников. А неандертальцы были очень опасные агрессивные хищники. У них, они были очень здорово вооружены, они сами здоровенные были, очень мускулистые ребята. И, как у всех опасных вооруженных, должна быть система регуляции. То есть, ну, пример, да, если это два хомячка, они друг друга не загрызут, скорее всего. Они могут сколько угодно там драться, кувыркаться, там, да, бить друг друга, и контроля никакого над этим не имеют, потому что они не убьют, они хомячки. А если это два волка, которые предназначены убивать, то у них должна быть врожденная система остановки убивания. И когда волки дерутся, может быть, знаете, ну, и собаки то же самое, да, потому что они те же волки переделанные, хватает побеждающего Загорова побеждаемого, и укусить он его уже физически не может. Соответственно, тот кверху брюшком поворачивается и сдается, и на человека, кстати, тоже распространяется. То есть, если вы с собакой играете, рано или поздно она кузиком кверху ложится. Вот, это она не играет, она подчиняется. И если Загорова прихватить, она, значит, там, делает придурочный вид, как бы она вот победила, признает себя побежденной. Но имеется в виду, что побеждающий не может в этот момент укусить. У него вот ступор наступает, у него там какое-нибудь, не знаю, хвостатое ядро включается, там, неустриатыми, но он все, как бы вот челюсть у него не смыкается. И популяция сохраняется, социальные роли выяснены, как бы, да, кто главный, кто не главный, всем понятно. Мир, дружба, жвачка, как бы всем хорошо. И популяция не пострадала, никто не помер. Не если у неандертальцев система была примерно такой же за счет этих подкорковых ядер, то получается, что внутри неандертальцев это все очень строго так регулировалось, но они были, как бы, с нашей точки зрения, очень добрые по отношению друг к другу, несмотря на то, что злые хищники, как бы, да. Соответственно, когда, ну, тут начинается уже фантастика, когда в Европу из тропиков приходят кроманьонцы, у которых ничего такого нет, потому что это мы, и начинают соревноваться, значит, с неандертальцами, неандертальцы в какой-то момент, если вдруг проигрывают, ну, условно, поворачиваются кверху пузиком, поставляют горлышко, в расчете, что их никто не замочит, потому что, как бы, ступор наступит, а у кроманьонцев ступор не наступает, и на этом месте неандертальцы заканчиваются. Ну, вот, то есть у сайпенца все слишком сознательное, и сайпенц может рассчитать, вот этого надо прибить, да, там, по закону смертная казнь, все, повесили, как бы, там, расстреляли, как бы, привет. Ну, вот, а этого не надо, да, а тут мы так-то сделаем, а здесь так-то сделаем. А у неандертальцев все прописано, ну, грубо говоря, инстинкт. И на этом они и погорели. То есть пока они были единственные жители Европы, то все работало на ура. А как только они оказались в соприкосновении с конкурентами, все покатилось по наклонной, и со времени, примерно, 30 тысяч лет назад неандертальцев больше нет. Но еще раз, в третьей или, там, в четвертой уже подчеркиваю, что это гипотеза, потому что в реальности, что там было внутри мозга неандертальцев, мы, вообще-то, не знаем. Может, там желудочки были здоровенного размера, как бы, да, и просто бы утыхалась водичка, потому что, я не знаю, там, в холодном климате это как-то актуально особо, допустим. Ну, а так что, для того, чтобы это выяснить, надо взять геном неандертальца, благо он уже есть у нас, и вырастить неандертальцы, благо, опять же, технологии, по большому счету, у нас тоже есть, потому что современные люди уже клонировали, собственно, что бы не клонировать неандертальцы. Но пока, как бы, люди, как бы, не доросли до этого сознательно. То есть технологически мы можем это сделать, но все время найдутся какие-то особо морализаторские персонажи, которые говорят, ой, нехорошо, ой, не надо клонировать человека, ай-яй-яй, как бы, вот это и очень нехорошо. Ну, почему не очевидно? Ну, как бы, кому-то Бог не велел, кому-то там особо, там, глубокие, там, мощные моральные устои не велели, или там, не знаю еще кто, но вот нельзя. И вот мне нельзя, и поэтому никому нельзя, и вы тоже этого не делаете, и мы никогда не узнаем про неандертальцев. Но рано или поздно, какие-то китайцы это сделают неизбежно, так что все, мы скоро узнаем. Ну, надо немножко потерпеть, и неандертальцы вырастим, распилим ему мозги, и посмотрим, что у него там внутри. Желудочки, белое вещество, ядра, потыкаем пангой в него, и посмотрим, как он там будет злиться, или будет себя контролировать этими своими, там, хвостатыми ядрами. Так что, теоретически это проверяемо. Ну, или, как вариант, ну, чтобы там без тыкания палкой, да, мы разоверем какой-то супер-мега искусственный интеллект, в который загрузен геном неандертальца, и искусственный интеллект из генома предскажет, какое было поведение у неандертальца. Вот, но, на мой взгляд, это сложнее, чем вырастить и потыкать палкой. Ну, и потыкать палкой всегда прикольнее. Стало быть, последний шаг на нашем пути эволюционном, это, собственно, мы, хомосапиенсы. Ну, и тут было очень интересно, потому что мы же возникли не вдруг, и были такие вот условные протосапиенсы, да, там, допустим, из синги человек, из холла человек, у которых размер мозга был, ну, примерно как у нас, плюс-минус. А потом были люди верхнего палеолита, карманьонцы, у которых максимальный размер 1880 индивидуальный. Это приводит то же, что у нас, как бы, не все черепата, да, то есть это, как бы, то, что мы нашли. То есть наверняка были и больше. А в среднем 1500, опять же, как у неандертальцев, и это больше, чем у нас, а у нас, напоминает, 1350. То есть у них там чуть ли не на 200 грамм больше получается. И с того момента, то есть за последние 25 тысяч лет, мозги у нас подсохли, на самом-то деле. В основном за счет все той же самой затылочной доли, которая у первых кроманьонцев была почти как у неандертальцев. Ну вот, хотя вообще форма мозга кроманьонцев такая же практически, как у нас, там разница нехоти какая, ну вот, но затылочная доля уменьшилась. Есть несколько идей, почему такое произошло. Значит, первая идея, что, опять же, поменялась структура, ну вот, как с неандертальцами, да, то есть были одни, как бы, нейроны, и там нейромедиаторы, и синапсы, стали другие. Но, скорее всего, это все-таки не так, потому что палеогеномика показывает, что геном этих самых кроманьонцев, по большому счету, такой же, как у нас. Разницы там никакой особо нет. То есть, скорее всего, биохимия и строение клеточное, все, какое было, такое и осталось. Второй вариант, то, что, опять же, это статистический глюк, что просто мы находим самые крупные черепа. Ну, как-то это странно, потому что у чуячок романьонцев у нас уже там сотни этих черепов, и, в принципе, там статистика более-менее нормальная. Вот хотя там и маленькие тоже есть, там, видите, там, тысячи, там, 90, да, это тоже не так много, но у нас-то минимум в средние 900. И еще есть вариант, что, вообще-то, мы действительно глупее. То есть, у нас размер мозга уменьшился, ну, и, конечно, размер мозга, он напрямую с интеллектом не коррелирует, вообще-то. То есть, можно иметь маленькие мозги, быть умным, да, можно иметь большие, быть дураком, ну, вот, можно и так, и всякое, как угодно. Но, когда мы берем большую статистику на больших интервалах времени, ну, все-таки это работает. Ну, иначе бы у нас мозги вообще в эволюции не росли, в принципе. Ну, вот, то есть, размер мозга в больших масштабах статистических все-таки с интеллектом немножечко связан. И поскольку за 20 тысяч лет, за 25, мы 150 грамм таки потеряли, есть мнение, что мы такие вот настолько же примерно в среднем и поглупели. Поскольку современному человеку мозги большие не особо нужны. Первобытный человек от этих мозгов зависел. То есть, дурак тупо не выживал, потому что он был дурак. А умный человек выживал, потому что он мог сделать орудие труда, построить жилище, развести огонь, там, с умом поймать себе эту еду, там, пообщаться с друзьями, опять же, да, договориться с врагами, а там, не поубивать всех, да, если ему не погибнуть. Там, решить проблему холода, там, голода, эпидемии, там, еще что-то такое. И умные выживали. Тупые умирали. Отбор шел. Ну, и тем более, вот эта межпопуляционная конкуренция, про которую я уже говорил, тоже работала. А теперь у нас ничего из этого не работает, потому что у нас еда есть, да, и никто не задумывается, откуда она взялась. Вот, там, люди бегают где-то на кухне, да, а, как бы, у всех остальных она чудесным образом на столе сама собой появляется. И даже идти никуда не надо. Вот специально обученные люди это все приносят. А специально обученные люди умеют приносить еду, ну, или, там, готовить еду, вот, но не умеют, например, я не знаю, там, космические ракеты запускать. А кто умеет космические ракеты запускать, не умеет такси, допустим, водить, да, а таксист не умеет, там, еще что-нибудь делать. И каждый человек умеет что-то свое. Я умею читать лекции по происхождению мозга. А водить машину, например, я не умею. Вот, и готовить, как, вот, там, повара, я тоже не смогу явно совершенно, да. То есть, каждый умеет чуть-чуть, и для этого много мозга не надо. Ну, чтобы читать лекцию по происхождению мозга, я, конечно, когда-то напряг себе придумал, да, книжку написал, презентацию сделал, ну, вот, в принципе, ее уже, там, 105-й раз читаю, эту одну и ту же лекцию. И каждый раз тот, кто находится, кто ее не слышал чудесным образом, и успех каждый раз гарантирован. Вот, но, если вы посмотрите видеушки с моей вот этой лекцией, то 90% я говорю одними теми словами. То есть, я чисто, ну, чтобы самому не скучать, пытаюсь там все-таки по-другому немножко делать, но что-то другое скажешь-то, как бы, австралипсеки-то все те же самые, про них как не говори, а они все те же. И мозги, как бы, сохнут под это дело, естественно, и индивидуально, и эволюционно, как бы, в масштабном плане, как бы, у целого вида. Потому что, если у нас все есть, и есть индивиды, у которых мало мозга, но они тоже выживают, а мутации, уменьшающие размер мозга, они чисто технически более вероятны, чем увеличивающие, чтобы усложнить, увеличить мозг, надо что-то какой-то хитрый биосинтез, да, какие-то там новые белки, и не новые, там, соединения, а чтобы уменьшить, надо просто тупо поломать какой-то ген. И, скорее всего, из-за мутации он, собственно, и поломается. Мозги уменьшаются, а все равно выживает, потому что у нас миллионы людей живут, ну, там, тогда еще не миллионы, конечно, ну, там, тысячи, сотни, и если есть в племени один чувак, который делает классные наконечники, то остальное можно не делать, да, а чувак, который делает классные наконечники, может не уметь еще что-нибудь там ловить, допустим, косуль, и специализация такая, она появляется в Верхнем Палеолите. У нас из, на взгляд, Хатера, например, в Египте, есть такой пример, где товарищ добывал сланец кремнистый для орудий. То есть он не охотился, судя по всему, ничего другого не делал, вот он рыл эти шахты и добывал сланец, выменил, то есть это специализация, а там 30 тысяч лет, на всякий случай, датировка. Ну, вот, то есть уже 30 тысяч лет специализация какая-никакая была. Ну, вот, ну, понятно, это, там, единичные примеры в тот момент, но вот, как бы, время шло, из 25 тысяч пошло по наклонной. И, насколько далеко оно зайдет, большой вопрос. То есть, с одной стороны, за счет большого количества людей, да, и вообще накопленного вот этого, бэкграунда, как модно сейчас говорить, технологическая, культурная эволюция ускоряется, у нас появляется искусство, всякие там, вначале простейшие узорчики, потом индивидуальные украшения, а дальше уже там всякая музыка, наскальная живопись, статуэтки, там, все что угодно, да. А с другой стороны, каждый конкретный человек может быть туповат. Ну, вот я, например, всю жизнь читаю английские стадии, всю жизнь учу английский язык, но сказать что-то, как бы, из себя, да, написать уж подавно, я не могу до сих пор. Тупой, как бы, не идет у меня английский язык. Никак. Ну, вот, хотя, вот, каждый день читаю по-английски, ну, вот, антропологию, палеонтологию читаю без проблем, а какие стихи вообще ничего не понимаю. Вот, не могу, ну, мозгов не хватает. И при этом на выживаемости никак не сказывается, да. И детишки у меня живут, и как-то и зарплата вроде есть, и работаю в МГУ, вроде хватает. Вот. А в масштабах человечества в целом, как бы, все у нас скатывается. Ну, и, собственно, возникает вопрос, к чему это приведен. Вариантов будущего у нашего мозга вообще-то несколько. Вот, вот, таких, да, вот, таких, ну, с данным, на данный момент вот таким. Если посмотреть в прошлое, то мы увидим, если бы мозги развивались, как это происходило у обезьян, австромопитеков, ну, вот, там обезьян, да, до австромопитеков, и если эту кривульку нарисовать дальше, сейчас у нас должно быть меньше, чем минимальное значение. То есть, размер мозга был бы, сколько там получается, 600 грамм, да, где-то примерно, 800, 800 грамм, ну, то есть, как у каких-нибудь там хомор-дельфейнцев, допустим. Но у нас это абсолютный минимум, да, это такие рекордные значения совершенно. А у нас так, потому что в какой-то момент эволюция ускорилась у этих самых ранних хома. Если от ранних хома до верхнего палеолита нарисовать вот такую оптимистичную зелененькую кривулечку, она вот у меня даже на график не влезла, и куда-то вот здесь упрется, то есть, если здесь 2 килограмма, то там будет килограмма 3, допустим, да. То есть, у нас сейчас должно быть, по идее, 3 килограмма. Если бы эволюция шла такими же терпами, вот эти последние 25 тысяч лет тоже. Но 25 тысяч лет назад она завернула назад. И причем так ядренно завернула, что теперь у нас 1350, а не 1500. Это вот такая черная мрачная кривулечка. И куда нас дальше выведет большой вопрос. Причем, заметьте, что здесь шкала алгоритмическая. Если все то же самое пересчитать на граммы в тысячу лет, а это несложно очень сделать на самом деле, то повышится, что теряем мы намного быстрее, чем приобретали до этого. Ну, я сейчас в цифрах там не повторю, я на память никогда это не помню, но, ну, мозгов-то не хватает. Был бы кроманенцев, я, может, и запомнил бы, но можно всегда посчитать. За вот эти последние два миллиона лет мы наращивали быстро, а теряем намного быстрее. И вот, как бы, мозг микроцифала здесь вот нарисованный, да, это может быть наше будущее. Вопрос, опять же, где предел возможного. То есть, не исключено, что наши мозги будут дальше так вот усыхать до того момента, пока не упрутся в то, что мы не сможем поддерживать вот это благолепие нашего существования. И когда слишком маленькие мозги, ну, такая, как бы, вариант идиократии, да, всем рекомендую фильм посмотреть, если кто еще не смотрел, кто смотрел, пересмотрите, когда у нас вот этот маленький предел упрется в то, что, как бы, самолеты перестанут летать, еда вдруг перестанет появляться на столах чудесным образом, да, из экрана перестанет течь горячая вода, вот, наступит снова естественный отбор. И по новой у нас кривулька выровнется, как уже было, как я говорил, и, может быть, других ситуаций, и снова пойдет отбор на увеличение мозга. Снова умные станут пожелать, как бы, да, а тупые не очень. Вот, а может быть, и не пойдет, а может быть, и уйдет туда. Вот у нас есть, примером, хоббиты, которые вот одинокий такой здесь висит, ну, были бы у нас предки, да, у нас бы где-то от Туретуса, вот такая цепочка сюда бы нарисовалась. Так что, если у хоббитов это произошло на острове в океане райском, а теперь у нас вся планета, тому, как бы, не исключено, у нас возможности есть вполне себе. Если хоббиты дошли до 400 грамм, что бы нам не дойти до 300? Побьем рекорд хоббитов, мы же круче, чем хоббиты. Вот, а может быть, наоборот, в обратную сторону, вот мозги дельфина, например, чудесные такие есть, можно и в эту сторону. Ну, дельфин, правда, не умнее человека, но он сам большой, как бы, но мозги-то у него сильно больше, чем у нас. Самое приятное, что пока у нас мозги еще не усохли окончательно, у нас есть слабый лучик надежды. То есть, на отбор, конечно, надежды нет. Отбор сейчас не идет в сторону интеллектуализации, умные люди не оставляют больше потолста, чем тупые. Это как бы, ну, просто можно наблюдать там себе, знакомых, кому угодно, да. Но у нас есть биотехнологии, есть генная инженерия. И когда мы, а в скором будущем, наверное, это, надеюсь, произойдет, разберемся, как в генах приписывается строение мозга и как запрограммировать развитие мозга, причем нам же не просто массу нарастить, а чтобы оно еще и работало, как бы адекватно, да, нормальные там все эти связи формировались. Но если мы в этом и разберемся, то мы можем себе подправить нужные гены и может быть здесь как раз изучение генома неандертальцев очень нам поможет, потому что у них размер там был большой, то есть мы оставляем механику нашу, а размер догоняем неандертальский. У нас получается, ну, хотя бы для начала полтора киломозгов, а там уже и два, и три, немножечко потолще, чтобы там голова не отваливалась, и мы становимся супермен над мозгами. Ну, вопрос, о чем мы тогда будем думать, как бы о чем, это как бы не очень понятно, потому что сейчас-то люди теряются обычно, да, о чем ему думать, как бы, ну, как бы все и так есть, и зачем еще такие мозги, ну, и там тупят потом в телефончик. Вот, но, как бы, может быть, когда у нас мозги станут вот такие, то мы выкинем телефончики за ненадобностью и будем думать о высоком. И тогда люди будущего с этими там десятью килограммами мозга нас будут воспринимать, как мы сейчас воспринимаем там проконсулов, да, то есть, как мы сейчас говорим, вот там были какие-то австралопитейки, проконсулы, они еще даже там орудия труда не умели делать, а эти делали какие-то убогие чопперы, а эти делали какие-то убогие рубила, а эти там что-то еще, какие-то скреблы, остроконечники, а они будут про нас говорить, они там в космос выледили, вот прикол там, да, Только-только там ракету запустили, ядерную энергию открыли, и то у них то и дело что-то взрывалось, не по теме. А как бы мы-то скажут они, но проблема в том, что представить, что они там скажут, ого-го, мы не можем, потому что у нас такие мозги, которые не могут этого представить, что полтора килограмма у нас, даже меньше в среднем. Ну это примерно так же, как шимпанзе не может понять деятельность человека. То есть если сюда шимпанзе запустить, оно вообще не впилит, что здесь происходит. Что какие-то люди сидят, пялятся на один и тот же слайд 20 минут уже, да? Зачем, почему? Кто-то что-то говорит, без конца говорит, сколько-то у нас наконец-то остановится. Вот, ну я сейчас остановлюсь. Ну вот так же мы вообще не можем представить, о чем там будут думать эти люди будущего. Главное, чтобы мы это изобрели, потому что у нас времени немного. Мы уже дошли до уровня ниже неандертальцев, и как бы дальше уже гидербергенсы и пятикантропы. Вот, и ракушки с терапульками. Вопрос, как бы успеем ли мы это сделать. Ну, еще есть альтернатива развития искусственного интеллекта. Но это уже совсем другая история, потому что он основан на других принципах, нежели наше мышление, и понять его уже невозможно. Вот недавно мне рассказали, что есть такие эксперименты, когда берутся два искусственных интеллекта, по-разному сделанных, и им дается возможность общаться между собой. И вначале они общаются, ну поскольку они созданы так, чтобы общаться с человеком, как бы на человеческом языке, но довольно быстро начинают общаться непонятно о чем. То есть какие-то нулики, единички они друг к другу пересылают, но человек уже не может понять, что происходит. И это уже как бы какой-то другой уровень разумности. Вопрос, лучше он или хуже, выше или ниже, мы тупо не понимаем. Может это просто абракадабра какая-то математическая, вообще смысла не имеющая никакого. А может быть они о высоком рассуждают, и там сговариваются, как бы замочить вот этого чувака у рубильника, чтобы он кнопку не нажал вовремя. Мы этого уже не понимаем. Но если мы создадим такой искусственный интеллект, может быть это новый уровень-то и будет на самом деле. То есть мы биологически не исключено, что достигли в общем-то и предела. Потому что я говорю, у нас отбор-то дальше не идет в сторону поумнения. Ну разве что мы в полярит вернемся и будем за свои гайками гоняться и немножко поумнеем. Но естественным путем не идет. А искусственным может быть и пойдет. Тут вот открываются некоторые возможности или себя прокачать, или каких-то этих кибернетических интеллектуалов сделать. Но что они подумают про нас, это уже совсем другая история. А я на этом заканчиваю. Возможности у нас есть. Так, ну последний слайдик как-то, видимо, отказывается включаться в очередной раз. Ну в общем, да. Ну пока еще искусственный интеллект, как видите, по сегодняшним действиям не очень. Но в любом случае там слайдик уже там большой смысловой нагрузки не имеет. На этом я умолкаю. Будущее у нас, надеюсь, таки есть. А свои мозги прокачивайте. То есть, конечно, на эволюцию глобальную вы, может быть, и не повлияете. Но, по крайней мере, на себя и собственное потомство вполне себе способны. Так что думайте, развивайтесь, учитесь, и все у вас будет хорошо. Спасибо за внимание.